С лёгкой руки клуба-семейника я год назад был легализован, как, даже не знаю, кто. В общем, такая сильная трансформация. И вот за год сложился некий базовый курс в связи с минимальным количеством знаний, необходимых для того, чтобы понимать, кто я, зачем я и что мне делать в это время. И начинали мы всего лишь с курса, который назывался «Кризис», как кризис сознания. Мы начинали вообще с кризиса экономического. И вот эта вся наша машина развелась до какого-то минимального, ещё раз, базового курса нервоззренического, без которого бесполезно, в моём понимании, из моего опыта, перебирая любые технологии, решать свои задачи. Как мы построим свой семинар. Сегодня я изложу этот базовый курс. Примерно половина сегодня новеньких и тех, кто слышал. Поэтому для тех, кто слышал повторение мать учения, а для новеньких это будет новенькое. Но и для тех, кто слышал, я тоже кое-что новенькое скажу. Вот этот мой курс, связанный с анализом кризиса экономического, трансформировался в то, что теперь в середине стоит человек и пара, а вся остальная машина крутится вокруг него. И политика, и экономика, и природа. Буквально всё. В том числе и деньги. Это всё вокруг пары. Поэтому базовая целью всего семинара будет глубокое понимание, как гармонизировать себя и как гармонизировать свои отношения в паре. Вообще, как её найти? Ничего с ней делать потом. Я попросил ребят, чтобы пришли, у которых какие-то сегодня такие есть, у которых какие-то успехи уже есть. Они поделятся, просто расскажут, как они эти знания и технологии, я ещё дам, применяя на практике, разрешили свои задачи. Я сегодня больше всего внимания уделю космическим всяким вещам, божественным. Потому что достаточно важно иметь понимание над системой. Если человек не понимает, кто он и зачем он на планете Земля, ему достаточно сложно сейчас в этот переходный период, вот 2012, фаза в этот переход, выбраться из страхов и действительно осуществить свою трансформацию, свое сознание, свое тело, свои энергетики и свои пары, свои семьи. Как устроим человек, как гармонизировать его внутренний мир, тело, душу и дух. Следующим этапом было развитие, что такое пара, как она взаимодействует, как функционируют, какие основные ловушки возникают при её создании. Дальше, что такое семья. И дети сразу из этого выплыли и пошли прямо на консультацию люди со своими проблемами, с родившимися, неродившимися детьми. Дальше возникла проблема рода. Вот сейчас это очень бурно всё развивается. А дальше появилась в конце уже проблема работы. Если человек это достаточно быстро прошёл, вот я так последовательно называю, на самом деле это всё бурно развивается параллельно, обгоняя друг друга, отставая у каждого со своей скоростью, со своими особенностями. Но есть некие закономерности. И если вот человек до сюда дошёл, хочет или не хочет, ему нужно разбираться на работе и применять те же знания, те же технологии, те же энергии. Если он это не делает, через работу вся его энергия уходит, вся работа на смартфон. Вот некоторые люди уже вот здесь находятся и вот здесь свои знания применяют. Я думаю, что завтра без них мы их тоже попросим это рассказать. Поэтому можно так рассказывать, о чём мы будем говорить и зачем это нам нужно в жизни. Можно по-другому, по-современному. Самое важное, почему я целый год уделял внимание, вот по-разному называлась это кризис сознания, или как сегодня, мировоззрение. Важно миропонимание. Если у вас миропонимания нет, как устроил Творец этот мир, если оно у вас не совпадает с Божественным, то вы будете сами создавать себе проблем. Ну, грубо говоря, как... Вот если вы по шлюзам плывете, подплываете, здесь уровень больше, а здесь меньше. Если вы не уравняли уровни в своём сознании, мироустройство, и мироустройство внешнее, когда вы встречаетесь с внешним миром, он вас сметает. Ну, или наоборот. Или куда-то улетает. Вот это базовая вещь. Поэтому я весь этот год наращивал эту мировоззренческую составляющую своей сказки. И считал, и считаю, что она самая важная. Без неё изучать технологию бессмысленно. Миропонимание, если на современный язык перевести, ну, скажем, как двигаться по Москве. Если у вас карты Москвы нет, или она старая, или у вас карта Киева, то, конечно, лучше хоть какая карта, чем никакой. Но, сами понимаете, это всё бессмысленное дело. Нужна живая карта жизни буквально вот сегодняшнего дня. Потому что, может быть, вчера, в связи с этой аварией, или ещё с чем-то, перекрыли движение и прочее, прочее, прочее. Поэтому вот я на это сегодня больше навалюсь. Дальше, если у вас есть карта Москвы, если условно за основу этот образ взять, дальше вы должны знать, где север, где юг, а с точки зрения движения души, где свет, где тьма. Потому что жизнь — это не материальный процесс. В материальном мире. И дальше нужно понять, а где я нахожусь в этой Москве. где я нахожусь, чтобы из этой точки уже можно было двигаться. Даже когда вы обладаете этим объёмом знаний, этого недостаточно. Что такое, где я нахожусь? На каком уровне развития сознания я нахожусь? Какие знания у меня есть, какие знаний у меня нет. И осознанно добираю эти знания, для того, чтобы доступ к картине. И дальше самая важная моя личная цель. Что я здесь делаю? Я абсолютно уверен, что у каждого человека есть своё предназначение. И он либо его выполняет осознанно, и судьба его ведёт, либо неосознанно она его тащит. Особенно сейчас на фазовом переходе. Дальше начинается материальный мир, где мы все эти знания начинаем применять. Здесь нужно чётко понимать, на какой фазе развития находится там вы сами. возраст, фаза связанная там в 2012 и прочее. То есть ваша фаза, фаза вашей страны, фаза вашего вида деятельности, где вы там находитесь, сельскохозяйство, банки, ритейл, ещё что-то такое. Это тоже чётко находится в своих законоверностях развития, без всякого хаоса. И здесь мы тоже потом, когда будем страну и регионы рассматривать, тоже на эту тему поговорим, можно будет, исходя из этих знаний, достаточно чётко сказать, что будет происходить с вашей отраслью в ближайшее время. А исходя из этого, что будет происходить с вашей работой, а исходя из этого примерно будет понятно, а что же вам делать? Что же вам делать, чтобы вот любая система, например, Советский Союз, развивается, потом загнулась и исчезла. Появилась на её основе новая. Сейчас вот мы вот здесь находимся. Как в 91-м или как в 17-м система по объективным причинам загибается, а в её недрах формируется новая система. Практически сейчас просто идёт освобождение места для новой системы. Новая ещё нет, идёт только освобождение. Если не видеть эти два процесса одновременно, что конец света. И последнее, вот оно, где только технологии. Вот где только начинаются технологии. Технологии, они не хорошие, не плохие. Но если у вас этого нет понимания, вы будете всё время платить деньги, тратить время на технологии, на технологии, на технологии, на технологии. даже если маляю взять технологию, без этого понимания, с этой технологии вы будете попадать туда же, куда раньше попадали, в тёмные иерархии. И доится, 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 отдавать, и отдавать свою новую жизнь. Начнём с божественного космического уровня, потому что, говорят, человек создан по образу подобия. Если его увеличивать, увеличивать, увеличивать человека до размера Вселенной, то получится творец. Это вы и есть. Это ваша задача, проделать этот путь. Если творца уменьшать, 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 получится вот этот парень. В пределе, понимаете? Только это будет половина творца, ещё его половина. Вот если к твоему сложить, это и будет творец. Поэтому творец оттуда пришёл, проявился, как сказано в древних ведах, и из точки расширяется, возника Вселенная. И она дальше расширяется. За счёт повышения духовности, светлости каждого человека, эта Вселенная растёт. Это единственное, из-за чего она растёт. Больше не из-за чего. Потом про это по-будже поговорим. Эта Вселенная вращается. На материальном уровне мы её видим, как Млечный путь. Такое огромное. У меня уже сложилась такая фотография. Недавно учёные собрали Млечный путь. Вот такой. Она примерно вот так 300 тысяч световых лет, а так 50 тысяч световых лет. Имунус световых лет, извиняюсь. Вот это такая большая машина, вот это и есть Вселенная. Где в виде рукавов сформированы здесь звёзды, галактики, вот это вот всё. Вот здесь примерно находится планета Земля. И мы проходим один из секторов этой Вселенной, ну, грубо говоря, там, потёмки душетворца. Проходим. И вот вот здесь или вот так вот, точнее, вот вот сектор проходит. Вот в этом секторе один поток энергии от Творца, одна напряжённость, одна сила. Здесь будет совершенно другая. В новом секторе мощность потока, его частота возрастёт. Исходя из этого, на плане Земля будут по объективным, по этим божественным законам изменены правила жизни, через Россию. Изменены правила жизни в семье, на предприятии, в стране. Будут изменены как правила жизни, как и религии, так и технологии. Ну, какое мы время живём. Ну, не знаю, даже, с чем это сравнить. Последние две тысячи лет такого близко ничего не было. Если это развернуть вот так, то, грубо говоря, мы выходим из зоны страха и тьмы, где лунный культ, женский культ, культ тела. Это выражено в основном в том, что энергия человека выше второй чакры не поднимается. То есть, люди, чем он говорит, люди спят. Люди спят, потому что они работают только на трёх нижних чакрах. У человека работает пока только тело. Как правило. Ну, вы, наверное, исключение. Посмотрим и завтра тоже. Вот это вот из трёх составляющих человека в основном на этой фазе работает в основном только тело. вот мы примерно не примерно, а 7 раз по 144 вошли в зону тьмы. Вот здесь средние века. История хронологии была сдемонтирована, переписана история. Мы сейчас как ванкира от стране помнишь ли, начинаем вспоминать кто мы, где мы, зачем мы. Что там такое 7 раз по 144? Ну, это вот время пребывания в зоне тьмы. Если сказать, то это ночь космическая, это вечер, а это утро. Вот 2012 год, декабрь, как бывает, с 22 с 22 это уже начинается рассвет. Это можно сказать, что созданы условия для легализации новых правил жизни. Ну, а перебивайтесь, что-то непонятно. Вот примерно, если говорить про нацсистему, что там происходит. И как человек, кто он такой? Он не материальный процесс в материальном мире. Человек это движение души. если путь души примерно нарисовать, то вот из творца, из мужской и женской уже гармонично соединившейся пары, вылетает родившаяся душа и через свою звездочку летит на планету Земля. Если эту матрешку, а матрешка это и есть смысл как человеческих энергетических тел, так и творца. Если эту матрешку разложить, вот она у нас, то вот она, планет Земля, это вот этот вот кружочек красненький сейчас нарисую. это вот я. и исходя из того, что мы попадаем на планет Земля, что такое планет Земля? Планет Земля это как межгалактический университет, где души учатся на боку. На планет Земля разрешено все. Здесь всего лишь один закон. Абсолютно полная свобода выбора. Я раньше добавлял еще такую штуку право на ошибку, но при свободе выбора право на ошибки просто нет. Есть всего лишь цена. И смысл жизни это движение души. Вот оно из-за влезает, туда-поп, и возвращается назад, двигается вверх, и двигается вниз. Вот что происходит у нас с точки зрения того, что такое жизнь. и вот она планет Земля, и когда вы заканчиваете здесь свое образование, достигнув определенного уровня светлости, здесь человек 16 милин, то вы переходите в следующий мир, мир слави. Здесь он у нас 256 милин я потом расскажу что это такое. закончив образование здесь, достигнув определенного уровня светлости. Душа возвращается назад, она попадает в мир правий, здесь учится на богов, здесь богами работают, здесь учится на творцов, здесь творцами работают, отправляется назад, забирает свою звездочку и проявляется как творец. Двигаться здесь можно только в паре, без вариантов. Поподробнее поговорить почему она нужна, зачем нужна эта пара, как мужская так и женская составляющая. Вот это путь души и это есть жизнь. Как двигается душа, какие у нее еще, чтобы была свобода выбора, устроена такая манежит такой. здесь есть переходы как границ между уровнями развития сознания, между уровнями развития души. Вот какие виды сознания у человека бывают. Логик материалист. Это тот, ну, грубо говоря, с 17-го года так и было. Когда небо закрыли, небес не стало, люди стали логикой материалистами, они верили только в то, что можно пощупать, только в то, что можно было увидеть. Их движущей силой являлась только одна вещь. Страх. Страх какой? Страх смерти. Единственное, чего, если знаю, не боюсь. Они знают, что такое смерть, поэтому ее чем ближе к ней, тем больше боятся. Вот эта логика материалисты и большинство людей, особенно западных, сейчас находятся вот в этой ловушке. Двигаться отсюда дальше невозможно по нереальности. И вот этот тип сознания себя исчерпал, он достиг предела. Ну, грубо говоря, это ученые. Вот и они уже вынуждены выходить за пределы материального мира, за пределы логики. Тот же свет и корпус и частица, и волна, и все эти частицы новые, которые открывают физики, их никто никогда не видел, они уже нематериальный характер носят. И самой физики, сама теория возникновения Вселенной из точки, взрывом, из ничего, проявилось все, тогда закон сохранения энергии и вещества на участке характера. Если все из точки проявилось, то каким же образом этот закон будет выполняться, понимаете, да? Поэтому вот вся эта часть знаний, которая нами была получена в школе, в институте, не позволяет дальше двигаться. Нужны еще две области знаний. Вот раньше древние говорили, что человек, земля стоит на трех слонах. Вот сознание человека точно так же. Сознание человека это да, нет. Оно стоит на трех столбах, на трех ногах. Это знание, сознание и осознание. Знание представлено в виде тела и ум. просто как биоробот, как компьютер, который запомнимает эти знания и воспроизводит. Человек с таким сознанием не способен понимать новое знание. Если у него закрытое чувство на восприятие мира, у него закрыта совесть, он может всего лишь брать знания и передавать по кругу. вот это сейчас новая область или хорошо забытая старая трансцендентная магия это сознание. Она порно развивается, если открыть газету вы там увидите. Приворожена всегда ну и так далее. Вот она очень опасна, потому что если иметь знание из третьей области из идеально, ну все то, что связано с Творцом и с путем души и с надсистемной божественной божественной миром, то люди точно попадают в темную иерархию, они попадают в темную магию, совсем вытекающую отсюда последствию. Потом чуть-чуть подробнее поговорим. Поэтому третья область знаний мы сегодня больше всего я про нее буду говорить. Как подключиться, как выйти в сознание через осознание, не попав в ловушку темной иерархии. Если у вас эти три области знания хотя бы по-минимуму есть, ну вот это примерно сложилось, или это, то вы тогда обладаете раз умом, раз ум работает как у Творца, вы не попадаете в ловушку мира. Как эта вселенная устроена? если дальше. Вот логики материалистов, если про это говорить. Дальше, когда человек, например, вот он попал в кризис, все, прежние знания и технологии ему не помогают. Человек пытается найти знания нематериальные, пытается выйти за пределы материального мира. Вот он выходит за эти пределы и куда он попадает? Он попадает в мир религий. Религия отличается от есть вера, а есть религия. религия они все тоже работают на страхе практически. Ну например, страх Божий и человек прикованный гвоздями, страшный суд и прочее, прочее, прочее. Христос принес знания как сюда вернуться, как двигаться в душе сюда. Все есть любовь и принес мудрость. Есть много апокрифов, которые запрещены. На Первом Вселенском Соборе в 325 году уже демонтаж шел. Вот здесь где-то, да? Вот. Было принято решение, голосовали путем забыл там эту цифру, большинством было принято решение, что Иисус Христос Бог. Заходи, заходи. Заходи. путем голосования принимали решение Бог Пророк или не Бог. На Втором Вселенском Соборе голосовали есть ли душа у женщины. С перевесом всего два голоса решили, что есть. На Шестом или Девятом отменили реинкарнацию, брали знания о пути души. Таким образом шел мягкий демонтаж знания примерно которые я вам говорю примерно небеса где нет беса превратились в небо где нет Бога. И тихо тихо нам через страх а если вы идете через страх значит у вас совесть закрыта значит у вас и душа и дух не работают значит работает только тело. Вот погружаясь в эту космическую ночь мы тихо тихо засыпали тихонько тихонько теряли связь с Творцом и связь со своим небесным родом. А без этого истечения потока если мы его не принимаем мы ничего не можем делать но мы вообще не можем делиться по своему предназначению по своему пути. И тогда у нас жизнь получается полное страдание вот это есть путь страданий метод проб и ошибок. Ну и вот человек двигается в религии и попадает в ловушку вроде бы ему легче стало но это ум без души знания без радости научники наши а это душа без ума радость без знания Харе Кришна Харе Кришна так я шучу всегда поэтому раньше был путь через святых которые не жили в монастырях которые жили возле монастырей а то и подальше в скитах они шли путем любви Сорловский и прочее святые не только христиан православие можно было подняться здесь на один уровень но дальше все равно был путь закрыт надо было возвращаться на этот этот путь златый путь путь души это единственный возможный для человека путь но ему для того чтобы была свобода выбора дана возможность меняя свое сознание усекая ту или иную часть знаний в своем сознании можем попадать в те или другие миры это реальные миры следующий мир это мир магии здесь точно так же душа движется вниз тот же страх тот же страх потому что в магии нет творца в магии все гонятся за силой все накапливают силу ради силы силу ради силы Христос когда приходил он брал эти энергии эти технологии и там двумя хлебами пяти рыбами накормил тысячу человек человек должен научиться в одном месте собирать свой ум свою душу и технологии движения души по этому пути тогда он может двигаться сюда это он может делать только в паре я про эти миры не сказал вот эти миры это миры тьмы вот переход это не органические миры не человеческие уже миры грубо говоря это тьма и страх а это любовь и свет вот всего лишь два полюса куда человек может идти он может отклоняться вправо и влево от этого пути сидеть там сколько ему захочется но все равно возвращаться на этот путь это единственный способ двигаться и выполнять свое предназначение что такое миры тьмы ну как папы говорят это ад это примерно 10 тысяч миров я всегда говорю про то что вот здесь же находится интернет такая планета серо-металлическая которая она и руководит этой паутиной это очень хорошая штука когда вы просто передаете информацию если вы через интернет работаете с эмоциями например стрелялки сексуальные сайты там у нас еще есть одноклассники как только вы излучаете какое-то чувство или эмоцию этот мир вашу эмоцию кушает эти неорганические миры они живут только за счет энергии жизни человека отнять они не могут они могут только выдурить через сексуальные игры как через деньги через власть через славу в общем-то через страх главной движением энергии движения души человека сюда это энергия страха поэтому как мы видим все эти три мира приводят к тому что вы попадаете в миры неорганические мир этим вот такая вот штука поэтому про религии православие христианское православие восточное оно на английский переводится как ортодокс не как христиан По-английски наша вера называется ортодокс, так переводится. Почему ортодокс? Потому что ортодокс, потому что древняя вера, вера и религия, как вот я нарисовал. Вера это Веда Кира, Веда Творца. Это иметь мудрость про то, как вся машина устроена. Иметь мудрость, куда двигаться и иметь мудрость, правильно вести на планете Земля. Вот зачем эта мудрость нужна. Религия, религия, религия это когда вот мы начали входить в эту ночь, начали идти пророки, которые давали на этот период народам, которые утрапили или теряли свою первоначальную веру, мудрость и любовь, движение в душе, к ним приходили пророки, ну как я уже говорил, пришел к Христу, он сказал, все, есть любовь и дал эту мудрость. И несколько апокрифов, они жесточайшим образом запрещены, потому что там как раз эта мудрость давалась. И вот в христианстве, особенно в католичестве, там достаточно жестко, всего лишь несколько Евангелий утверждены, как базовые, которые тоже там достаточно хорошо отсортировали, прочистили. И исходя из этого вот получается такая ловушка, что человек из материального мира идет искать любовь, а попадает на страх Божий, попадает на, как там правильно, ты раб Божий, ты грешник и прочее, 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 прочее. Если вам в кухом повезло, он идет путем любви, он будет помогать в движении вашей души. Если нет, тогда вы попадете со всем этим, ваша душа будет двигаться туда. Поэтому вот такая ситуация сложилась, и религии выполнив свою задачу в какой-то мере, ну лучше так, чем в логиках материалистов, начинают свою трансформацию, как мы видим, как католическая, так и наша православная. Достаточно сильные всякие движения внутри происходят, трансформационные. Они тоже сильные значения, в сильной мере утратили вот эту божественную мудрость и сейчас будут достаточно глубоко трансформироваться и проходить свой кризис. Ну как мы видим, вот выборы последнего патриарха, это как бы вершина такая вот, самый умный из всех, ну я вот последнего патриарха, так неблизкого, в общем-то взаимодействия узнал. Это буквально вот он как профессор, как доктор наук. Но они тоже не знают, что делать, и религия сейчас, так же как и политика, так же экономика проходит системный кризис со всеми вытекающей отсутствиями. Хотят они или нет, они вынуждены будут трансформироваться. Российское православие это такая православие, как я говорю, знание о мире слави, о мире праве, это мир слави, мир богов, мир наших божественных родов, мир наших предков. Это здесь находятся те, кто уже закончил школу под названием «Планет Земля», и которые преподают и присматривают за детками в этом межгалактическом университете. А вот если из мира души, как вы говорите, в Саровске шли выше, да, вот в следующий мир, они могли перейти вот, так сказать, на мир, на путь души там же, так сказать, или приходилось возвращаться, ну, вряд ли им, наверное, приходилось возвращаться, ну, нет, вот этот вот, и может пойти им еще этим путем, так сказать, параллельно еще. Спасибо за вопрос. Кто такие эти люди были? Вот смотрите, я здесь так нарисовал. На самом деле, вот здесь мы вот так зашли, в Меркине. Вот в 2019 год, это вот здесь. Просто не стал сложить картины. Саровские приходили вот здесь. Они приходили для того, чтобы светить. Например, Никита Столпник, который жил, Переслав залез. Вот он собирал, собирал налоги. Вдруг Факсик пришел, бросил свою работу. Пришел, вырвал себе такую штуку. Зимой он стоит на поверхности, такой, не знаю, как его назвать, устройство, да? Маленькая такая, ну, кель, если можно сказать, и такая под землей. И вот он стоит, проводит энергию. Еще на нем такие железяки великие, все понятия никак не было. На хрена они ему нужны? Знаете, вот раньше, когда пробка сгорела, они наматывали проволочку на ныне, чтобы она могла больше энергии проводить. Вот это они, вот такие проводники, стояли, выполняли свою задачу. Они проводили энергию света. Вот мы сегодня с вами, видите, что это порядка, да? Мы с вами уже трубу сделали почти, хотя тяжело идет. Надо было, тяжело, да, чувствуете? Надо было, я сделал ошибку, надо было раскачать нам. Сейчас я сделаю паузу. Мы раскачаемся в вопросики-ответики, а потом двинемся дальше. Чувствую, тяжело идет, я аж потею. Поэтому, вот что эти люди делали? Они светили во время пребывания на территории... Они были такими проводниками, потому что большинство людей в это время не могли эту энергию применять. С июня по сентябрь вот эти новые энергии, которые будут за 2012 год уже материализованы в виде новой политики экономики и прочих систем, они начали создаваться условия для их материализации. Вот с сентября я даже вижу, что многие уже ставят перед собой задачу применять это на работе. Да, Дереш? Вот так это быстро все развивается и практически, почему технологии пришли, они где-то в июне, вот эти подключения. Я про это чуть-чуть скажу. Раньше это все было бессмысленно, потому что куда бы вы ни подключались, по крайней мере, ну, из моего жизненного пути я не сказал, что я как-то там длинный путь прошел. И от логика материалиста, и в религии, и в магии, и нигде я не нашел прямого подключения. Я везде нашел, даже называется белая, даже называется любовь, но в конце заканчивается все равно все страхом. Ну уж, казалось бы, там в Турции суфийская школа, ну, пределы, в том же Иране, там очень высокого уровня, там закрытое знание духовное, в чем эти же делы. А любви там не было. Вот халва, 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 а любви нет. Строгость, мудрость, но любви не нашел. И я сейчас езжу там периодически в Турцию, в эту школу, где учился. Она в кризисе находится в очень глубоком системном, и сам лидер тоже. Все руководители мне известны различных духовных школ направлений. Может быть, есть исключения из правил, но мне не повезло, я таких пока не встретил. Все сейчас проходят один и тот же путь. Все школы работали вот здесь, давали технологии, давали часть мудрости, какая тогда была доступна. Чем больше она доступна, тем больше эти царовские современные это все добывали и давали в своих школах. Но любви не было ни у кого. И вот сейчас они находятся в достаточно сложной ситуации, потому что каждому придется подключиться и вместе со своей парой начать переход. Вот теперь, грубо говоря, они как были, как Иоанн Притеча, готовили приход Христа. Вот теперь они должны сами стать, сами их ученики, стать Христами. В принципе, вот в чем вы говорите, что все Иисус Христы. Вот они все есть, вы все Иисус Христы в пределе, понимаете. Вам всем придется открыть у себя это чувство восприятия мира, открыть любовь. Вот такой Иисус Христов, который шел через любовь и мудрость. Вот и все. Ну, хотя есть там иерархия, но это уже второе. Поэтому у всех сейчас вот здесь огромный кризис. Ну, не будем потом дальше, чтобы не рвать. Вот примерно на ваш вопрос ответил, да? Нет, а вот я говорю, параллельный кризис, долго. Они могли подняться только на один уровень, потом вернуться либо сюда, дальше идут. А, ну можно. Либо вместе со всеми сюда. Вот здесь дальше движения нет. Путь души один. Это было временно. Видите, сейчас таксов практически нет. Ну, вот тех, которые были. Вот последний там вскоре умер. Остальные отсутствуют. Ночь заканчивается. И в этом смысле, вот я не говорю, религия. Ре – это повторное искусственное, повторное соединение божественного Я. Своим личным, внутренним видом. Лига – это музыка, называется соединение. Религия – это знание, принесенное человеком, которых мы называем пророками. На эту тысячу лет, или на эти две тысячи лет, если с закатом считать, да? Для того, чтобы душа могла пройти эти потемки космические. Эту космическую ночь. Вот, что говорили. Ну, такие, как бы, духовные костыли, если можно их так назвать. Поэтому они свою задачу в этом смысле выполнены. Их достаточно сильно там потрансформировали. Ну, вот, как я про Христа говорил, да, про Иисуса. От любви и мудрости остался только страх Божий. Ответил? Поехали дальше. А мы в Буровском, в Акстане, там сейчас есть тоже претендент на родственных правах? Нет, сейчас претендентов – страшное дело. Поп раньше народ переводил как «прах отцов предавших». 1066 год, трансформация православной церкви. Дальше, 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 дальше. Многие молитвы в 1066 году были подменены представителями орденов всяких ватиканских. Это же длинная-длинная песня, да, трансформации российского православия. Потому что ортодокс восточного православия, христианство православное, или православное христианство, кто так хочет. Почему оно ортодокс? Потому что это древняя вера, на нее сверху было где-то псевдо-христианство. Вот оно сейчас, эта одежда трещит. Совсем вытекающая отсюда последствия. Если у этих попов есть любовь, им очень сложно будет пребывать внутри самой системы. Я так и встречал, там, в Волгоградской области, им очень трудно живется. Если вообще живется в епархии. Ну вот одно он встретил, он точно так же, как вот этот столбник Никита. Он был ювелиром. Чудо там куда-то попало, ему досталось, а будь здоров, голову проломили, ноги поломали, он до сих пор еле ходит. Ему достался храм, там никакой ударов. Это вот я в одной деревне там работал и увидел такого сподвижника. Вот ему факс пришли, и он начал это все делать. У него очень сложное отношение с епархией, с местной. Потому что он идет через любовь, и он идет в древнюю, в православие идет, понимаете? Он в православие идет, совсем вытекающий отсюда последствия. Туда, в тот старый-старый обряд, обычай, и дает эти технологии. Ему храм такой достался. Ну вот знаете, вот его ведет. Ничего не делает. Просто приехал, начал это все делать. Ему вся круга помогает. Причем он с Богограда ездит туда, к нему. Чувствует вот эту божью благодать. Он идет через любовь. А любовь дает мудрость. Михаил Михайлович, а можно еще? А вот возьмем тогда, скажем, наши ведические, старые, ну, старую ведическую веру. Вот сейчас от некоторых, так сказать, ее, это ведь такой агрессией. Просто как бы здесь, вот с этой стороны. То есть там любви не чувствуется ли тоже? Вот спасибо вам за вопросы. Хоть раскачать так тяжело что-то идет. Ну вот, я в таких школах тоже учился. Что я там увидел? Я увидел то же самое, что и в Турции, что и в Иране. Есть знания, но нет любви. Вот силы. Сила. Духа. Духовная. Духовная сила. Духовность. Духовность, ума, тело, боли. Это все силы смерти. Без силы любви. Поэтому там попали люди. Тысячу лет эти знания хранились в семьях. В древних славянских семьях. Передавалось от деда к отцу, отца к внуку, от внука к правнуку. Вот они, эти знания дошли. Ну, Трас Путин. Это как бы вот такой был человек, который деды прислали для того, чтобы России помочь дешевле пройти вот этот период. Фазового перехода между типами сознания. И эти люди были просто хранителями. На определенном этапе где-то, ну, кто раньше начал с 90-х годов, где-то с 92-го. С 2001-го просто разрешено эти знания открывать. Этих людей, которые хранили эти знания, их с собаками искали. Мы эти корчевали как только можно было. Я вот на Алтае часто езжу. Там хранители есть долин. Но у них знания, ну, вот такие маленькие кусочки. Совершенно обрывки. Они даже не знают, каждый хранитель долины родовой. Даже не знают, как эти машины работают. Они даже запустить не могут. И топографию, и снимки, и что это за круги, что это за менгиры, что это за устройство волокие вот там по полкилометра такие с кольцами. Не знаю. Причем много там чего такого. И запустить эти машины не могут. Поэтому вот эти люди, которые сейчас были хранителями, они начинают эти знания отдавать. Но они же обладают сознанием таким же, как все остальные. Я учился в советской школе, служил в армии, там, прочее, 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 прочее. И они попадают на разрыв между этими знаниями. Они практически жреческие. Необычным сознанием. Может, даже оно необычное с точки зрения, что ты хранитель знаний. Но еще не жрец. Жрецов еще нет, по крайней мере, регализованных. Есть носители знаний, которые сеют, несут этот свет. И эти знания, они имеют огромную силу. Вот прет от них очень сильно. Я вот только благодаря Ире и тому, что я болею, когда... Вот вчера виру спрашивают, не сегодня в утром спрашивают, какие будут пожелания. Она сказала, только не надуйся и не превратись... Какой там сейчас фильмик про кого идет, про шамана, про какого-то? Митингом. Не стань, не тащи людей, чтобы они не рассказывали. Сейчас вот мы в подвале парнем бы рассказывали, как мы валью спасли, как он родился там. Вы бы тут вообще охренели. Вот у меня был такой позыв с утра, все это дело сделано. Только не надуйся, в митинге не превратись. Поэтому я так скромненько, тихо, вам просто сказку начинаю рассказывать. И вот эти знания, они очень мощные, очень сильные. Если их применять на практике, то они дают возможность такой резкий делать скачок эволюционной в душе. Но я вот про расы еще не говорил. На этом немцам поймали. Как раз вот эта функция белой расы, как преподаватель на планете Земля, она, если ты не в любви, без любви, это превращается в строгость, в жестокость, совсем вытекающую отсюда последствием. На этом темная как бы логика. Сейчас, сейчас я разрешу. Поэтому, вот, если эти знания давать без любви, ну, а как, если ее нет, отдавать все равно нужно. Но люди их и дают без любви. А это вы, надо просто отделять сам поток знаний от человека, который эти знания дает. Так же, как и я сегодня. Я же просто человек, я же нижеец в том, в высоком смысле слова. Я носитель этих знаний, собиратель этой мудрости. Какие-то уже свои там факсы пошли, понимаете, да? Ну, понятно, но у нас она идет, а там-то не идет, там идет агрессия. Хотя... Кроме иммунитета, ничего, в конце концов, не будет. Идет агрессия. Но других носителей, у меня нет, понимаете. А каким он должен быть, когда 2000 лет любви практически и не было? Как человек, как человек. Вы поймите, любовь на планете Земля только-только появляется. Только-только условия появляются. До сих пор была не любовь, а вторая чакра. Да. Скажите, пожалуйста, а как вы понимали, в разных школах, вы говорите, там нет людьми через трамп, вот это через защищение только, или у вас есть какие-то характеристики, как-то улавливали? Так-так, теперь я умный. Или факсы? Это теперь я умный. Раньше я бежал, как бешеный за знаниями. Где только зачую, и туда поскакал. Понимаете, как наркоман. Ну, вы говорите, на любовь завязана много, да? Вот здесь любовь, здесь любовь. Вот, спасибо вам. Давайте сейчас на вопросах разогреемся, потом дальше двинемся. Секунду, секунду, сейчас мы с ним... Смотрите, можно сейчас сделаем такую самую разогревку, с полчасика на вопросах поотвечаем, поэтому кто хочет задать, готовьте. Да, именно вопрос в том, как вы это понимали. Или вы только пробуя ошибки, или это уже сейчас есть такие критерии, или может быть, есть когда технология для того, чтобы конец. Потому что про пару говорим, там любовь важна, правильно? Про прось говорим в душе, там любовь важна. Про школу говорим, да? Любовь. Понятно? Как вы ее чувствуете, спрашиваете? А вообще в этом понятии любовь, она как присутствует? Вот я попал. В каком понятии? В вашем понимании, вот слово... Что такое любовь? Или в толковании того, что вы здесь о чем говорите? Вот в этом... Вот, спасибо. Спасибо. Как устроен человек. Он состоит из трех частей. Вот оно тело. Три чакры. Инстинкты. Эмоции. И воля. Душа. Душа. Три чакры. Душа. Сердечная и две ци. Си. И еще три. Дух. Голова. Вот и вот. Вот он человек так устроен. Если у вас сердечная чакра закрыта, полюбила, открылась. Если она закрыта, это все закрыто. Не работает. Человек работает только так. Скушал, переварил, ну как аккумулятор. Переварил, батарейка села, поспал, накопил, съел, переварил, накопил, потратил. Два способа приобретать энергию для движения по жизни. Это еда, биохимический процесс и это атака на кого-то. Конфликт, скандал, война. Вот это так он питается. Прихожу я домой раньше. Ищу. Эх, подмела, вытерла. Что бы она ни сварила, все равно невкусно. Понимаете, да? Мужчина, мужчина. И сейчас, сейчас, сейчас. И ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Скушал, они все сидят. А я уже борща не хочу. Ну что, ладно, давайте жить мирно. Вот это вот технология взаимодействия. Не специально. Не специально. Так, так устроено, так устроено взаимодействие у человека спящего. Человек тела. Если у вас чувственное мировосприятие открывается, тогда вот эта штука открывается, тогда поток пошел. И тогда вы можете разворачивать его в любой чахре, и вы тогда работаете со всей радугой. Так вы работаете только с черным в пределе. Это все черное. Серое. Это красное, ну если там семерично, сейчас скажем. Красное, оранжевое и желтое. Вот и все. Если вы пойдете путь к себе, сфотографируйтесь на этой фотографии. То, что вы меня там недавно столкали. А, нет, что-то, ребят. Это мой знакомый как раз. А, вот-вот-вот. Вот-вот-вот я начинал, у меня было темно-красное, вот такое было. Чтобы кто пойдет, чтобы не огорчался. Вот таких было два цвета. И Маша рисовала только этими цветами. Мне было черный и красный. Черный и красный. Вот эти неправильно. Вот. Вот это были мои цвета. У меня было много-много энергии жизни. Вот этой. Куда я ее только не пристраиваю. Ну, мужчины знают. Нет энергии плохо, а много энергии еще хуже. Она вас уничтожает. Вы либо других уничтожаете. Атакуйте их. Ты должен, ты обязан, ты там, ну, ты виноват. Что там еще? Виновато. Уж ты тем, что хочется мне. Вот так человек стартует. Что я две, а человек при нижней. И это неплохо, нехорошо. В садике встречают дети. Это же неплохо, нехорошо. В восьмом классе неплохо, нехорошо. Академика встречаете. Неплохо, нехорошо. Понимаете? Почему у меня вот это? Неплохо, нехорошо. Надо понять, куда вы движетесь. Вас ведут за конфеты под названием бережу? Или вы идете сами? Понимаете? Вот это очень важно. Поэтому мы сегодня будем разбирать человека. Пару вот здесь двигаться. Вот он человек. Инстинкты, эмоции и воля. Не путать эмоции с чувствами. Любовь, это когда у вас вот это открылось, и поток пошел. Энергия Творца, проходящая через вас. Через вас, другому человеку. Это есть любовь. Любовь, это не ваша энергия. Любовь, это вот все. Вот ее полно везде. Но если закрыто, у тебя как глаза закрылась, света нет. Понимаете? Вот у людей, у которых это закрыто, они не могут ее принимать. Раньше по двум причинам. Потому что закрыто, и потому что ночью. Вот вы молодцы, вы вывели на самое главное. Потому что все, что мы будем рассказывать, это любовь и пар. Это все окружающее оборудование. Если чувственно открывается сердце, вот эта технология пришла, как открыть, ну как замок зажигания. Бжик, бжик, и она через вас потекла. Причем, смотрите, как раньше крестились. Вот, нажал. Вот, нажал. Вот, нажал. Вот, тело. Включил ум, душу, тело. А ум, когда открыт, тогда это не ум. Тогда дух входит в вас. Вот сюда, через совесть дух входит. Тогда он становится божественным. Как там в Звездных войнах? Темная сторона силы, светлая сторона силы. И стали мимо проносить. Причем везде нарисован вот так. Вот так Иисус Христос нарисован. Ну, новые парни уже там по-разному рисуют. Так, так, пошло, так. Везде вот так стоит. На иконах. Особенно на старых. На старых вот так, два пальца. Сейчас уже вот так оттопылишь. Так, так, пошло. Причем, это значит полная болвана. Или наоборот. Очень умные ребята. Говорят, застут два пальца в розетку. Как выключать свет? Да, вот так раз. И каждый день вот так включает, выключает. Понимаете? Поэтому это гармония земного и небесного. И вот нажимать. Это так вот, как у индийцев мудрый. Так, так, вот так. Знаете, да? Индийские мудрые. Это всего лишь технология соединения энергоканалов, энергопотоков. Больше ничего. И это активизация ума, души, тела. Мужского, женского, рационального, рационального. Это связка. Вот она связка. И энергия у человека вот так идет. Вот она приходит. Раз. Как-то тут запутался уже. Короче, вот так движется. А здесь вот так. Здесь плюс-минус, здесь минус-плюс. Понимаете? Вот здесь вот этот клубок. Он даже в теле представлен. Здесь как-то такое теломозористое, похоже на мозг. Здесь снаружи оно белое, внутри серое. А мозг, наоборот, внутри белое, снаружи серое. Если у вас вот это открыто, вы тогда принимаете любовь. У вас ни поджелудочная не болит, ничего. Вот вы месяц просто покачаете, вот любовь через это. У вас сахар сразу станет в норму. Вот кто-то, однокорейская девушка в Дубне. Они технологии как-то тихонько приходили. Сначала и эта часть, потом и эта, потом и эта. Сейчас тут все разбилось. Вот он только первую часть сделал. Через месяц приезжаю, она говорит, у меня сахар исчез. Потому что все железы питаются любовью, приходящей сначала отсюда. А потом уже, а все остальное тело, когда вы запускаете через сердечную чакру, оно тогда питается от всего столба. Вот когда вы запускаете весь этот поток через вас, эта энергия любви, тогда у вас здесь не инстинкты, эмоции и изнасилование волевое. А тогда здесь любовь. Тогда то же самое, что вы сделали, пока не выключены, пока выключены были, тогда вы когда это делаете, это совершенно уже не секс. А это уже обмен энергии любви друг с другом, в конце будет это сказано, да? Через тело. Тогда тело является средством. И тогда понятно, почему в Камастутре пять книжек или шесть. Одна как, а четыре или пять зачем? Но все читают только как. Потому что если закрыто, зачем никому не нужно? Непонятно, про какую они там любовь пишут. Примерно ответил? Все-таки любовь, я не понял. Спасибо. Спасибо. Спасибо правильно. Смотрите, долбите, пока не поймете. Весь смысл мне не отбарабанить свое сказку, да? А весь смысл, чтобы вы ушли отсюда, поняли главную вещь. Что такое любовь? И как, где она живет? Как мне добраться? Где этот включатель-выключатель? Где живет уже, значит, начало покупать. Живет она здесь. И это все есть любовь, понимаете, да? У творца тоже есть тело, душа, дух, совесть. Вот если вот так разложить, вот он творец, понимаете? Поэтому источником является, вот она, любовь отсюда идет. Это путь любви, путь души. Душа может идти в паре через любовь только здесь, понимаете? Ну, грубо говоря, любовь, это со-стояние. Со-стояние. С творцом в со-творчестве. Вот когда я говорил, это знание, это со-знание, уже со. Я знаю то, что знаю, и еще знаю то, что знает мой божественный род. Вот эта вот муза прилетела, пегас, кто там еще там? Еще кто-то там, божественное озарение. Вот это оно. Причем, в основном, у Пушкина сбегал к соседям, на девок посмотрел. Если кто был, там килограмм десять. Назад, или керн приехала, вообще из дома не выходит. Пишет и любит. Любит и пишет. Может даже одновременно. И прет, прет, и прет, и прет. Понимаете? Как не сбегал, закрылось. Что-нибудь типа, не знаю, там есть страшное стихотворение. Лермонтов, да. Когда переключился, он написал этого демона. Люди, которые подключены, они его читать не могут. Когда вы его читаете, вы раз, вы туда переключаете. Вы теряете любовь. Это есть страх. Ну, в общем, страх. Вот один и тот же человек, который писал про любовь, написал про страх. Поэтому примерно ответим. Если непонятно, добейте еще. Уточняю вопрос. В украинском языке есть два понятия, два слова есть. Есть коханья, есть любовь. Коханья – это любовь между мужчиной и женщиной. Любовь – это более широкое понятие. В вашем понимании это как? Коханья – это любовь между мужчиной и женщиной. Между мужчиной и женщиной, да. А любовь – это более широкое понятие, которое, ну, такой философский смысл имеет. Ну, это все есть любовь. Понимаете, в пределе изнасилования это тоже любовь. Вот это любовь, логика материалисты на этом уровне. Понимаете? Ну, я отшучу отчасти. Человек же… Человек же не целое существо. Он же из половины состоит. Пол с половины. Поэтому ночью, ночью, даже ночью, между половинами, любовь проявляется. Понимаете? Вот они притягиваются. Она еще не такая, как раньше. Она в большей степени вот здесь. Особенно сейчас между половинами проявляется. Скажи. Поэтому вот она вот так. У кого-то первого открылась, он создает пространство любви, помогает другому открыть. Вот она пространство любви. В нем дети совершенно по-другому себя чувствуют. Поэтому, если на ваш язык перевести, на наш язык перевести, он весь наш. Поэтому вот это кохание. Да? Кохание пока не нашел с кем кохаться. Ты тогда, как бы мягко сказать, ну вот не кохаешься. Что-то другое делаешь. Колыхаешься там. Дойка, другу говоря. Если это закрыто, здесь нет, да? То тогда работает всего лишь одна вещь. Либо вот так энергия туда уходит, либо вот так. Чаще всего, особенно в молодости, это вот так уходит туда. Страсть называется. Это энергии много, да? А знаний мало. И она тебе надо девать. Скачал? Фууу. Легко. Спасибо. Вот так женщины особенно ловятся. Вот они, как у коровки. Молока много, уже невозможно. Вот-вот-вот аж брызнет. Кто-то раз. Верь, я люблю. Освободил. А он не отстает. И дальше кризис начинается. Я подшучу. Потом мы эти все варианты разберем. Прям в паре работают. Поэтому вот она страсть. Вот любовь, а вот страсть. Человек скачет свою жизненную энергию. Ну вот эту. Вот нарисоваться. Вот красную. Красную энергию жизни, сексуальную энергию жизни. Поэтому на планету, если смотреть со стороны, вот жалко хлопца нет, он очень любит, путешествует, недавно по Луне ходил. Придет он? Твой? Не придет. Ну, сжать. Попроси, пусть завтра придет. Ненадолго. Вот. Очень интересно выскочило. Вернуться надо. Поэтому вот она страсть. Красная энергия. Красная энергия. Если на планету смотришь, она сейчас говорит, планета красная, она в тепле. Да это не тепло. Это огромное количество сексуальной энергии, которую скачали почти за 2000 лет. Она же выше не поднимает. Вот она раз и ушла через инстинкт эмоций, раз и ушла, раз и ушла, раз и ушла. Понимаете? А ее никто не берет, высшие силы? Ну, скажем, нижние силы. Они ее качают все равно. Еще как берет. Возле каждого пафе, ресторана открыто. Я подшучу, вы понимаете, да? Качаются страшные силы. Охота идет вовсю за вашей энергией. Через деньги, через славу. А можно еще такой вопрос. Ну вот я, женщина, у нас с каждого года. У меня много подруг. Которые, ну, скажем так, за 60, там и прочее. И вот уже с кем не поговоришь, а мне, говорит, не нужен мужчина. Он мне просто, мне, говорит, спокойнее лучше без него. Вы понимаете, вот как, вот что здесь-то делать? Ну, знаете как? Вы понимаете, сколько еще женщин, они еще будут жить, но они не хотят. Не согласен. Я сейчас скажу. А что любовь и сексуальные отношения, это одно и то же получается. Вот мне интересно, что такое. Вот, да. Отвечаем по ходу выступления. Петр Михайлович, вот я... Сейчас, 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 я же отвечу. Всем дам. Это то же самое. Всем дам. Приходит женщина позавчера. Она садится и говорит. Чудеса можешь делать? Я говорю, ну, как сказать. Боюсь сказать, что да, потому что я точно их не делаю, я учу их делать, да? Потому что это делать могут все. Но не все помнят, как это делать. Вот сегодня сюда собрались люди с очень высокой иерархией. Вы все сюда. Просто так сюда никто не попадет в субботу, понимаете? Пришли вспоминать. Практически вы почти все вот отсюда. Из этих неров. Ваша задача вот здесь вспомнить и помогать другим осуществлять этот переход. Вы все учителя-преподаватели на этой планете, которые заснули. Вот сейчас вы просыпаете. Вот кто вы такой. Чтобы вы знали, кто. Некоторые уже это и знают, уже делают. Вот она, знаете, что она говорит? Ну ладно, значит, сам не можешь. Можешь меня научить, может вместе сложим. У меня одна задача. Мне 60 лет, мне надо родить. Я полгода как встретила любовь. Мы вообще. У меня молодость такого не было. Все работает. Охренеть. Я хочу родить, мне нужно вернуть циклы. Вот это у меня второй раз, когда я третий раз. Вот Ваня испугался, когда пришли девятый месяц, ребенок в отлете. Как его спасать там, не знаю. Потом голубой пришел, говорит, помоги мне ориентацию поменять. И вот эта вот женщина пришла. Я хочу родить. Понимаете, 60 лет. Может завтра придет, мы ее попросим тогда сказать. Сильнейшее чувство это сделать. Понимаете? Вот вам и пока вы половину не встретили, или если между вами, между половинами, вот здесь и обиды, боль, вина. Вот пельмянец приехал, у них прямо такая китайская стена между ними стоит. Причем она пытается развестись в виде монтаж. Физически идет. Ну а зачем она нужна? А взаимодействовать не могут. Под научились, процесс пошел. Идите, перестали болеть. Поэтому, вот она такую задачу ставит. Шутка, я отвечу на ваш вопрос. Раньше не было решения, вот моряки выходят, шутят и плавают, и со страшной силой гуляют и пьют. Кого считать пьяным, кого нет, потому что все лежат на разном расстоянии от корабля. Было принято шутливое решение. Если лежишь не головой в сторону порта, значит, ты пьяный. Уже ничего не соображаешь, куда тебе надо. Если головой в сторону порта лежишь, это не пьяный человек. Ну, не хватило сил. Так, полз правильно, все знает, все соображает. Вот я и на ваш вопрос отвечаю. Понимаете? Пока вы цель не поставили, вы брауновское движение. Понимаете? Туда, 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 туда. Или тратим энергию на войну. Нам не обратили внимание. Пребывание во тьме, ну вот здесь, да, это энергия страха, женский пульт, лунный пульт, пульт тела. Мужиков здесь вообще нет, они здесь как дойные коровы. До определенного возраста мужчина не то, что увидел в голову женщину, а в обтянутом платье или в брюках он уже ни про что думать не может. Ну, учиться невозможно. Вот у нас в институте только на одном факультете было пять девушек. Не на нашем, слава богу. И мы жили с ними в общежитии в одном. Учиться было невозможно. Вот те, где мужские, им там проще. А наши только и думали, как бы попасть на четвертый этап. Я почти не шучу, потому что если энергии жизни, которая является сексуальной энергией, да, первая чакра, много, она не дает тебе возможности вообще какие-то цели ставить. А если еще весь мир вы выходите, вы видите раздетые девушки, рекламы, одни сиськи, писки, писки, сиськи, про все, хоть кофе, хоть что. Хоть что. Все равно эротика. Понимаете? Все равно про это. И вот это вот темный иерарх, и через это качает, качает. Мысленно что мужчина делает, когда видит, и у него есть лишняя энергия, он не умеет ее управлять, поднять. Он мысленно осуществляет то, что бы он хотел с этой девушкой сделать. И мысленно это скачет, потому что где мысль, там энергия. Поэтому вся планета занимается сексом со страшной силой, виртуально уже. А интернет уже прям практически представляет возможность. Один хлопец, который учился, он такой белый-белый, оказался темным, пробу ставить не было. Он раз, заходил утром в офисе, открывал сайт, и говорил, о, новенький, с деревни подвезли. И так, с полчасика, а это, говорит, уже высосанные, хитиновые покровы. пустые уголки. И когда энергии было много, 90-е годы, у российских мужчин, от кольца до самого Шереметьево стояли стада доярок. Стада. Сейчас почему их нет? Ну, во-первых, это все технологизировалось, но самое важное, энергии нет. У мужчин, ну, не только мужчин, вот это, с этим переклинила здесь война. Думаю так, а чувствую так. Что тогда делать? Думаю так, чувствую так. Либо чувство закрыть, и тогда, конечно, все нормально. Ну, и все так думают. Либо надо знание, чтобы совпадали с чувством. Тогда я как думаю, как чувствую, так и делаю. Тогда у меня ни здесь, ни здесь, противоречий нет. Понимаете? И тогда до свидания всяких, там, Виагра, ну, 60 лет родить хочет. Не шутит, понимаете? Что, я не могу сказать нет. Может родить. Такие чудеса бывают. Поэтому основное противоречие вот здесь, противостояние. Между тем, как ты думаешь, вот мне, вот так. И движешься сюда. А душа хочет сюда, и двигаться сюда. И основное, вот это противоречие, двигаясь сюда, а надо туда, разрывает человек, получается короткое замыкание. У него энергии нет. Она есть. У нее нет. Сейчас щелкнет. Вот основная проблема. И мужчин, и женщин. У некоторых мужчин, у женщин тоже позакрывался. Поэтому, в основном, энергообмен идет вот здесь, через эмоции, конфликты, или секс. На воле. У кого воли больше энергии, больше, тот того и задавит. Ну, вот так длинно отвечал, приблизился. А вот такое понятие, как, скажем так, в дальнейшем, любовь, которая говорила. Какая? Ну, любовь к ближнему, скажем так. Любовь к ближнему. А яйца ближнему. Ну, как мне это было подальше? Все-таки, ну, любовь между мужчиной и женщиной понятна. А как мне ближнему возлюбиться? Например? Ну, например, ну, я не знаю, ну, хотя бы здесь сидящие люди. Они, чужие мне люди, пока. А мне будут полюбить. Зачем? Зачем? Вот, смотрите. Начинаете, прям. Человек берешь, скрывает противоречие. Смело. Смело. Переводит задачу. Мы сейчас будем искать технологии решения. Вот это универсальная, упрощенная машинка, такая, движение по жизни. Не бетонируйте, не асфальтируйте свои проблемы, противоречия. А вскрывайте смело. Вот половина или не половина. Есть обряд там, где ты узнаешь точно половина или нет. Вот мы проходили, первая там девушка отказалась, встала, отказалась. Парень второй встал, отказался. И третий иду, мне наша подруга семьи говорит, ты не боишься, вдруг вера не половина. Я говорю, да полные памперсы. А представляешь, вот она не половина, я не половина, а мы будем с ней дальше копья ломать, до конца жизни строить. Строить пару, которая не пара. Ну, соединять там, лед с огнем, понимаете, да? Не повезло половину. Поэтому смотрите. А если ты повезла? Оставайтесь друзьями. Сейчас я вернусь. Почему, спасибо вам за любовь, которую вы сказали в своем вопросе, откуда все души вышли? Почему, говорит, счастье? Счастье, это когда вы знаете, что вы часть целого. Не творец вас от него отделяет. Не он нас друг от друга отделяет. Не правая рука отделяет от лего. Это я сам себе ее отпилю. Понимаете? Все части целого. Поэтому вот здесь восстанавливается, и вот эта технология, которая пришла, она позволяет восстановить поток любви между всеми людьми. Но между парой он сильнее. Совершенно вот другой. он такой, чтобы в 60 лет либо справку выпьешь, либо помогай родить. Но я ей хоть 10 выпишу, она все равно цель не снимает. Его может трансформировать там, но тем не менее. Мы там пока текущую цель поставили. А это цель или средство? А вот для нее это цель или средство? Цель это любовь. Путь. А родить ребенка это тоже цель. Для нее задача еще помочь ему выйти с дойки той семьи. Он туда ездит раз в месяц, он дает деньги и текает сразу. Что ее там прессуют так, что мало не покажется. Ты должен, обязан, обязан, должен. У нее страх потерять источник, она зависит от него, понимаете? А он зависит от нее, и это вот с кованой одной цепью как-то в песне поется. В принципе, все остальное. Сделаем, да? Еще? Первый перерыв сделаем? Сделаем. Спасибо за вопрос. Тут что-то тяжело шло. А процесс-то пошел, видно, и по вашим движениям. Поехал, да. А знаете как, вот бесполезно планировать, я сегодня волновался. Вот заснул четыре часа. Я не хочу старое давать, да? А деды говорят, ну и что ты будешь рассказывать, половина аудитории не знает ни карты, ни хрена. А новая уже третий раз эту сказку слышит. Ну, кто есть, он просто в потоке посидит там. Это считает уже лучше, чем послушать, если умеешь настраиваться. И вот так я это противоречие не разрешил, оно меня так сильно заклинило, а я на вопросах разгулял. И сам храм, вот это не, он необычный, сильный резонатор. Храм это всегда резонатор, который стоит между землей и небом, и если человек в нем правильно настраивать себя, ведет, у него легко вот это открывается. Поэтому, видите, нам как сегодня под финиш, дали какое место. Чем этот храм, Саша не то рассказал, он был очень большим, очень намоленным, очень, как сказать, поток такой же проходил, как через строить сервисную лавру, Это место, где уединялся Василий Блаженный. О, вот так вот, как же. Блаженный, да? Ну ладно. Ну что, перерывчик, еще спрашивай, ну да, спроси, перерыви, делай маленький, давай. Просто вы обращайтесь уже несколько раз к одной и той же модели в процессе лекции, вот если обратить на тот круг, 20-12 изображено. Дело в том, что сейчас ученые и НАСА, и Россия пришли к тому, что в каждой галактике в ее центре находится черная дыра, куда стекается все вещество и не выходит оттуда свет. И, значит, сейчас, вот они говорят, что в нашем центре Мечного пути активизировались процессы, когда звезды начинают поглощаться центром этой галактики, вот, этой черной дырой. То есть, хотелось бы понять, вот вы рисуете процесс, когда что-то выходит из центра. Хотелось бы пояснить, как он коррелируется с физической моделью вот этой и вот вашей схемы. Единственный момент, что ученые говорят, что в какой-то момент вещество нагревается и от центра отталкивается температура, и вот в этот момент происходит, она становится неактивной, вот эта черная дыра. Хотелось бы прояснить, вот эту схему, это очень важно, вы каждый раз к этому возвращаетесь, чтобы подтвердить логику ваших изумений. У меня тут заготовили ответ на ваш вопрос. Ну, чуть-чуть, что-то у меня нет. Представляете, бедная ученая находится вот здесь, а надо рассказывать про вот здесь. Невозможно. Вот, последние 10 лет они писали вокруг, планет, земля, солнечная система, полно темной энергии. сейчас они говорят, что-то темная энергия куда-то девается, ее количество уменьшается. Валяется, бери не хочу в России, понимаете? Бери не хочу, причем, какие ученые были успешными раньше, у которых была вера, право, славная, в основном это староверы, которые, так же, как и купцы, вот они были эффективны, успешны, потому что у них вот эта вся машина была. Те в проценты не играли, а те знали про Творца, про все остальное. И в этом смысле он смело шел в мозг, его изучал, никого не спрашивал, понимаете? Он узнал, что это компьютер, только его надо изучать, когда он включен. Когда компьютер выключен, его изучать можно, только это будет, это так же, как сейчас, ДНК, МНК, вот это выключенный компьютер изучает. Это устройство. Человек забирает свою звездочку и отправляет. человек уже находясь на планете Земля, уже в славе строит свою Вселенную. Здесь уже есть местечко с родом вместе, он уже свою Вселенную строит. Дети особенно любят играть такие колоботы все строят. Куда-то залазит, закрывает. Вот это идет процесс самосознания, самостроительства. Вот эти черные дыры, вот они люди. Трехмерные, семимерные, девятимерные, шестнадцатимерные. Вот это и есть черные дыры, проявленные в космосе. Вот те, кто вот так живут, они представлены там, как черная дыра. Это человек, который только так усасывает себя, как пылесос. Вот дальше он может быть семимерный, может быть девятимерный, а может быть шестнадцатимерный. После перерыва вам это расскажу. И в перерыве многие подходили с вопросами и ответами. Нет смысла двигаться дальше, не освоив то, что я сказал. Поэтому можно продолжать задавать вопросы про тот кусок, который я уже прошел. Давайте там еще поборем, потому что это самое важное. Если мы разберемся с божественным в человеке, если мы разберемся с надсистемой, то тогда на планете Земля то, что касается экономики, политики, все будет абсолютно понятно. Задача-то семинара какая? Чтобы вы, взяв за основу минимальную эту систему знаний, могли сами отвечать на вопрос, который перед вами встает. Ну, грубо говоря, научиться читать, писать, плавать и сам дальше двинуться. Вы будете эту задачу решать так же, как и я. Любовь это явление, которое существует независимо от нас, или явление, или даже не чувство, но явление, это что-то такое, что-то такое, которое существует, независимо от меня самого. Вопрос стоит в том, принимаю я это или не принимаю. Если я это принимаю в себя, значит у меня тогда гармонично складывается дальнейшая моя жизнь. если по каким-то причинам я это не принимаю, то что-то может складываться не так. И это одна часть вопроса. То есть, часть вопроса заключается в том, как это открывать, вот этот вот канал, который там вот у вас вверху нарисован, вот что этот канал получается. Одна часть вопроса. И вторая часть вопроса. Я тоже это осознаю, может быть, безназнательно как-то, вот то, о чем я говорил, кухание. То есть, через взаимодействие мужчины и женщины это происходит обычно. Когда это существует, когда это происходит, то тогда и на земле все гармонизируется. Как-то неосознанно я к этому пришел. То есть, через взаимодействие мужчины и женщины это происходит. то зло, которое говорил, кухание. Вот через это. А, ну тогда я уже сейчас получил ответ. То есть, нужно будет... Вот уже ваш рот труден. Ответ, если хотите, могу озвучить. Да, 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 пожалуйста. Ответ это, как получить эту любовь, это ее нужно через взаимодействие с той женщиной, которая сейчас рядом со мной и именно туда испытывать свое чувство любви. Тогда тогда и она будет это испытывать и у нас все будет гармонично. Ну, приблизительно так я понял. Спасибо. Спасибо вам большое. Смотрите, вот пришел факс метод божественного назарения. Сам задал вопрос, он вскрыл. Где он рисовал? Вскрыл противоречия, да? В чем он в коридоре подошел, впервые подошел, а я себя не понял. Вот, смотрите, не сидите, не терпите. Существует уникальная возможность нам сейчас вскрыть вашу противоречие, перевести их задачу, найти технологии их решения. Я специально остановил эту машину, потому что вижу, совершенно другое время после сентября пошло, сказка должна быть другой. Мы должны заниматься практикой, опираясь на теории, а не барабанить вам лекцию два дня. Вы вышли полная огурцов, и куда его засунуть никто не знает. А самое главное, спасибо вам, что вы вот так вот самое главное долбите, вам спасибо за вопрос. Видите, как отлично. Он ответил, понял, что надо искать в паре. А второй вопрос был прям пример в паре. Вроде была любовь, вроде куда-то она делась, и сейчас что-то надо делать. И оставаться нельзя, и двигаться дальше нельзя. Очень трудный этап, очень опасный, очень сложный. Что сейчас происходит? Вот это 2012 год, условно говоря. Это переход не в один день, не в один час. Это как вот песочные часы, и каждый будет пролетать этот период, в свое время, в своем месте, со своей парой, или не парой. Он растянут, это не заснул там 21 декабря, а от 22 проснулся. Как мы входили через закат, солнце садится, это уже недель. Потом ночь, потом сиреет, потом первый луч, а потом, потом, почему программа Путина 2020-2022? Потому что вот она тогда уже вот, ну, вовсю будет светить, и уже темная иерархия просто отсюда свалит. Я отсанусь только те, кто хочет двигаться дальше. Поэтому вот здесь что я делаю? Вот здесь три ступени. Вот это прямой поток, это те, кто через получает, а я, кто через через получает. Я просто в декабре вот начал его получать. Все, кто сюда пришли, они находятся вот здесь. И вот здесь важное слово, не революция в войне, в паре. Не война и не революция в паре, а трансформация. Сейчас важно смотреть, половина с тобой или нет. Вот самое важное понять, где она, как ее найти, эту половину, понимаете, обнаружить. И исследование провести в своей паре, есть половина живы или нет. Если нет, начинается мягкая трансформация. Вы переводите из войны, как правило, в этой половине мирного существования, Мирного существования, уже навоевались, нечем навоевать. Вот, красное накапливают. Начали накапливать энергию жизни, уже не отдаем туда, не качаем. Потом покажу на примере вашей пары, как ловушка происходит. Поэтому здесь пары производят мягкую трансформацию. Если это не пара, они выходят не из пары, а из отношений выходят войны. Если не пара, это точно противостояние, вот он говорит, иди зарабатывай. Ну, нехило, да, так. На тебе все, дети сделали, устроили, тебе все чуть еще нужно, числиться мужик за тобой, все, я отдыхаю. Причем делаю, вроде как и все остальные, остальные примерно то же самое делают. И вот, вот эта трансформация пары происходит, иногда ведущий роль приложит женщин, как правило. но бывает и ведущий роль принадлежит мужчинам. Вот здесь, ну, завтра, может, тоже народ придет, кое-что расскажет, который вот с июня там через консультацию прошел и начал эту задачу решать. Нужно перейти из мирного существования и скрытой войны или открытой войны в человеческую любовь. Как правило, с вами находится мать ваших детей, отец ваших детей. Но если не пара, ищите пару. Переводите эти отношения в человеческую любовь. Люди должны любить друг друга. Все происходит, как вы хотите с противостоянием. Поэтому здесь идет огромная трансформация. Кто-то ищет свою, кто-то ищет свою. Я кому-то рассказывал, кому-то нет. Давайте вашу разберем, ваш случай. На чем ваш союз основывался? Дело и ум. Программа обеспечения одинаковая. Видите, мир одинаковый, особенно в Советском Союзе. Все одни книжки просто почти одно и то же было, за редким исключением. Если кто-то книжки достал, или видео, или или видео. Даже вещи, скажем так. Да, унификация была почти полная. Поэтому союз интеллектуальный и тело. Это было закрыто. А так как это было закрыто, на прерывном этапе что делали? Скачивали сюда энергию, взаимодействовали. И через секс, пока лишняя была, все хорошо работало. Потом стала буксовать. У кого первая стала буксовать? Конечно у нее, потому что она на износ идет, она детей тащит, она работает, у нее перерасход. Я и постарше. Мало того, даже дело не в этом. Если женщина вот так энергии не проводит в пару, мужик делает только одно. Он сразу разворачивается и идет искать эту любовь. Соображает он, не соображает. Чем больше он ищет, тем хуже становится. Потому что кроме одной доярки, извиняюсь, как бы так шутливо, количество увеличивается. Точно так же как у мужчин. Девушка одна консультируется, она назначила одного хлопца. Она поставила целью, чем уже после первого развода двое детей и красотых такая, целью не найти половину любовь, а отца своим детям этим и следующего развода. Понимаете, да? Она его нашла, по параметрам вычислила, и у него было четыре любовницы и жена. Она за четыре года сдемонтировала всех любовниц, но расход энергии, которую раньше качал он из этих своих любовниц, теперь все на ней. Она бедная волока, изношенная, без энергии, и уже довела до того, что он говорит, что все, я могу жить с одной женщиной. Видите, эволюция огромная с помощью женщины была проделана. Только когда пришло решение, время принимать решение, жить вместе или не жить, он съехал, он сказал, что для меня важны бизнес и деньги. Потому что его сознание туда направлено, он трехмерный, он только всасывал. Пока она ему давала возможность, она генеральный директор, давала возможность все эти энергии получать, причем ни он не понимал, что они делают, ни она не понимала. И весь проект обвалился. В принципе, она могла бы дожать, понимаете, и получилась бы классическая пара, совсем вытекающая отсюда последствия. Причем это разрушилось бы очень сильно и быстро, потому что сейчас надо энергии и время тратить на трансформацию, на переход, на себя, а они бы тратили на скрытое противостояние. И вот когда интеллектуальный союз заключается, это очень тяжелая вещь, особенно если там венчание произошло, понимаете, это почти, ну, люди боятся, думают, что венчание это навсегда. Ну, ничего тут навсегда нет, тут навсегда только одно, пока не выучишься, в следующий мир не перейдешь, вот и все. Страшное дело, вот другая пара, у них любовь страшная, еще с тем не развелась, они венчанные, отец снимает фильм там про церковь, про все остальное, а тут дома Содом Гамора такой, Попе загоняет девушку в прежний брак, она уже беременна от этого мужчины, и у них реальная любовь. Они не могут, почему, потому что надо что-то с венчанием делать, они венчанные. И они только с третьего раза Попе сказали, ну, в принципе, это все возможно, а так не разрешали. и идет трансформация пары. Ее семья душит, чтобы она вернулась, он ее душит, чтобы она к нему пришла, и никто ее не понимает, что женщина беременна, это совершенно другое существо, ее уже нет. Это Брестская крепость, которая охраняет свой плод, будущую жизнь. И она всех отвергает. Что она сделала? Она убежала в санаторий, живет уже там несколько месяцев. Туда не может вернуться, его бросить, понимаете, они или-или на разрыв ее ставят. Ну, вот я отвлекся, причем парень после двух консультаций все понял, сейчас он единственный в двух родах, который разруливает всю вот эту войну ситуацию. И с папами, и с ней, и с мамками, с папками, и от смертного боя с мамой, да, а они, я думаю, месяца за два сейчас перейдут, будут страшенными друзьями, как мы со своей тещей. Просто была первый друг мой вот от души, понимаете, да, все друг друга оказалось наоборот, что это были уроки. Поэтому вот эти вещи, они опасны, не вскрывать противоречия. А, доживу. Шутка такая, хотя отчасти шутка. Зачем откладывать на следующую жизнь то, что можно сделать в этой? Особенно сейчас, особенно в переходе. Ну, как туда дальше двигаться душа? Как? Одна, на одной ноге? Да никак. Невозможно. Ты не целый, ты не в паре. Поэтому ее надо без фанатизма мягко искать. Сначала надо проверить, кто с тобой рядом, пара, не пара, если она есть. Если ее нету, надо задачу поставить, цель, найти не мужчину красивого и отца породистого, да, жеребца своим детям по генетике там и прочее, прочее, прочее. А половину найти, а через это и любовь придет. Вот настоящая любовь придет, в паре, божественная. Потому что между вами реально проявляется в половинах проявляется божественная любовь. И любят, что тело только полюбил, родила, плюс 10 килограмм или минус 20, условно говоря, да, или он пиво полюбил, не знаю, там еще что-то. тело все время в трансформации находится. Оно изнашивается. В силу того, что идет война здесь, думаю так, а чувствую так, чувство закрывает, а да, вообще труба. Тело быстро изнашивается, поэтому мы столько раз рождаемся на планете Земля. И в этом смысле вот пример приведу. Он мне так нравится, я его всегда на лекциях привожу в дубне. Женщина пришла и говорит, что мне делать? Ваш почти вариант, там уже трагедия она еще встретила свою половину. Вот она там работает в КБ, стою, говорит, раз кто-то зашел в соседнего КБ, и так вот над нами столом, над столом мы над чертежами стоим. Я всю жизнь, говорит, у меня очень хорошая семья, дети, муж не пьет, не курит, все у них там уже есть, материальная база, но я всю жизнь чувствовал за всохшим пеньком. Вот и по уму они очень развитые, инженеры-конструкторы, там нехилые ребята, и по телу они тренируются, плавают, лыжи у них, все там было. Ну, вот как-то так вот тепла нет. И вдруг вот это кто-то там вот так руку положил, и она говорит, и я застыл, а все разошлись, вот мы стоим, и он стоит. Я даже повернуться боюсь, думаю, что кто-то такой, все, мой пенек расцвел, на улице там дождь идет, а я вижу, что божественная природа, понимаете, да, Пушкин родился, можно сказать, у меня в душе. Поворачиваюсь, новый инженер с соседнего отдела. И стоим, не знаем, что с этим теперь делать, да как дальше жить. Прихожу домой, муж касается, у меня, говорит, чири на теле, где коснуться. И я вижу, что семья формально существует, а на самом деле ее нет. У нас нет там любви, совсем вытекающей последствиями там с поведением детей и прочее, прочее, прочее. И она, значит, они там погуляли несколько раз, ну, порядочный человек, душевный, духовный. Духовность – это правило жизни. Духовность без любви – это жестокость. Иногда можно назвать это фашизмом. В общем, жестокость, переходящая там в беспредел. и в общем, она взяла, закрыла этот проект. Закрыла и прямо помирает. Не знает, вообще смысл потеряла, понимаете? Вот что и дальше делать? Маленький город. С третьего раза, значит, пришла, приняла решение, ну, что-то надо делать, я говорю, возьми ему позвонить, может, не могу, я умру. звони, или не приходи. Она ему звонит, плачет. И он там плачет. И сидят, вот это минут 15, плачут. А он говорит, можно я еще посижу? Он плачет, ты помнишь, как мы встречались? Два раза. А он говорит, это забыть нельзя. Сидят, вот просто текут слезы. Что ей делать? Ей надо мягко трансформировать. Нечестность с собой это страшное дело. Это никогда не откроется. Это страх. Пока вы честно не вскроете вот это, не проговорите с ним, да, с собой сначала, потом с ним. По-разному это все дело идет. Через письма многие двигаются. Неплохая технология. Пишите письмо. Пишите три раза. Сначала первое обвинительное, какой ты плохой, потом какая я плохая, потом с третьего раза что-то более-менее начинает получаться. Если это не делать, человек долго не проживет. Это противоречие обязательно превратится в какую-то серьезную болезнь, потому что человек устроен так. Вот сюда. На рисунке. Зарейте. Вот он сосуд. Если вы подключены туда, ну вот троличный, да, только это работает, то у вас все время поступает страх. Если вы не прощаете или прощаете только один раз в год в прощенном воскресенье, страх накапливается. Страх накапливается. Вот здесь есть уровень, после которого начинается смертельная болезнь. И здесь операции, болезни. Это технология сливания этих страхов. Вот сама операция послевает. Вот. Вас близкие атакуют, злят. Очень любят дети, особенно тем, чем больше они вас любят, тем больше они вас злят. Если у человека есть злость, обязательно найдется тот, кто собачка укусит. Или дети постоянно тебя раздражают. Это они не атакуют вас, это не помогает вам от вашей злости, они продляют вашу жизнь. Так идут на дисквалификацию отношений. Три способа. Или сливать, или прекратить подачу сюда. А это значит, надо переключиться на любовь. Появились новые технологии, женщина пришла, так вот, знакомлю была в прошлом году, потом пропала, и сейчас пришла на консультацию. У нее уже год температура 38 и больше. Вот так. Как только она мужа увидит, у нее сразу 39. Что интересно, что не пара. Она новый способ придумала, она пережигает. Она пережигает, понимаете, через температуру. Жжет, жжет вот этот страх. А сама вот здесь где-то вот болтается. А с очень высокого уровня иерархии пришла. Тоже на свою задумку. Видите, ангелом, там, прочее, прочее. но все время его атакует. Ты должен, ты обязан, ты обязан. У ней духовность без любви. И она его задолбела так, что он залез в вину, у него закрыто. А она его через обязан, обязан. И все время ему объясняет, какой он плохой. И через детей вот эти подсказки идут. И даже будучи в паре, я потом буду показывать эти как бы ловушки. Поэтому вот на этом этапе хотим мы это время будет переструктурирование происходить в семьях, в родах. По сути дела, сейчас те, кто нашли пару или поняли, что они в паре и научатся складывать, те будут основателями или не основателями, я бы так правильно сказал, эти люди будут возрождать свои рода. И дальше это будет совершенно по-другому продолжаться уже осознанно взаимодействием и потом поговорим со своим небесным родом. Здесь будет уже осознанное вот это построение этой семьи и этого земного рода. Вот примерно вот так если Длинный вам отвечал на этот вопрос. Поэтому у вас какой вариант? У вас весь выбор в отсутствии выбора. При всей свободе выбора, да? сюда-сюда. Ну это же все, Юлечка. Дошел, с ума сошел, тело потерял, на старт. Пошел в ученые, с ума сошел или вернулся. Вон они все в своей бабе сидят. Раньше годами, сейчас месяц, и домой. Больше уже не держат. Месяц и назад. Потому что в зачет идет только действие. Двигаться можно только через действие. Вот. Потерял. Нет выбора. Пока вы пару не найдете, сюда не встанете. А как только вы честны с собой, когда у вас и ум здесь, и душа здесь, и технология ваша здесь. Понимаете? Тогда у вас сразу что? Стихи ваши начинают писаться. Правильно? И морите свои там распособления для очистки организма. А они идут. Причем вы смотрите еще у вас стихи идут на фазе восхода солнца. Вот это самая сильнейшая вещь, когда вы просто принимать начинаете. И вы уже принимаете этот поток. Только страх вот этого объяснения, страх осознания, вроде в этом возрасте. Ну вот та женщина, она уже его прошла, она другую задачу решает. Она уже берет технологии как складывать пару. Как его подключать, как с ним складывать. Понимаете? У вас сейчас этап честности с самой собой. Каждый мужчина и женщина должен себе сказать честно. Это пара моя или нет? Разобраться с этим. Если нет, трансформировать отношения, убрать обиды. Просто разминировать эту китайскую стену, которая между вами создалась. Потому что вы навсегда останетесь матерью детей, а он останется с мужем. Вы родственники кровные. И между вами это пространство любви должно остаться. Тогда трансформация этой семьи нормально произойдет. Пока вы это не делаете, вы никого притянуть не можете. Потому что вы сидите в страхе. Вы боитесь сказать. Понимаете? Нет, я ему все честно сказала. У него появилась новая женщина. Я говорю, начинай новую семью, пожалуйста. Но не получилось у нас, иди. Он же сказал так, я выбираю ту, но жить я буду с тобой. Он же, вот он не уходит. Он не уходит. У этого хлопца четыре было. Я стала ну как сказать, вот я просто стала ему подругой. Он со мной делился совсем. И вот недавно, вот именно как вы сказали, наверное, боясь. Буквально два дня назад я в пальто прошла на кухню, мне нужно было туда зайти на секунду. Это был такой поток, что я несу вот грязь на кухню, что заболеешь. Он заболеет. Такая инфекция. То есть вот у него боязнь вот эта вот я уже не знаю, что. Я ему уже сказала, что у него уже жена, что он ищет другую половинку. Ну все, ты не поднимаешь решение. Я приняла. Я его приняла для тебя. И в то же время вот... Смотрите, ваша задача, вы пока ему не откроете чувство восприятия, не поможете? А когда? Вера и религия. Вера это когда я знаю и так же чувствую, как знаю. не религия это когда там иди за мной или там как там джихад смертной войне понимаете, через страх. Когда вера это когда я знаю, когда у меня есть мудрость и чувство. у него чувства нет, у него закрыто. Он туда побежал искать любовь. Ничего он там не нашел. Он там только потерял. Нашел форму без содержания и качал туда, как мы рисовали. И у него уже не осталось. Это была атака покушать. Покушать. Он атаковал вас, чтобы скачать вашу энергию жизнь. Больше ничего. Вы после этого его надо помочь, трансформировать свое сознание. Программное обеспечение, которое выведет его из ступора. Идти надо, идти нельзя. Разводиться надо, разводиться нельзя. У него страх, он не знает, что дальше делать. У него ужас. Жить на две фермы очень сложно. Он просто попал, его душа чувствует, что она самоуничтожается, его душа движется сюда очень быстро. В силу того, что он энергию тратит, он через страх движется сюда, энергию и время тратит двигается сюда. Потому что страх приводит к тому, что душа тяжелеет, вот она напитывается, где у нас этот сосуд, вот она страхом наполняется, она тяжелеет и темнеет, ну как свинец, и идет на дно. Больше услуг происходит, у него страх попасть сюда, в темные миры, перестать быть человеком, это его душа, на самом деле, вот когда вас атакуют, если это расшифровать, на душевный язык, вот душа человеком, а Юля говорит, точно он, каждую ночь просыпается, Юля, помоги, Юля, помоги, ты должна что-то сделать, а что должна сделать, не знаю, и потом на неделю забежал, смотришь на тонкую плане, такие серые существа, в колясочке, в клеточке, везут, освободим, дзынь, дзынь, уже дом стоит, вот если тонкий план не видеть, можно подумать, что люди сумасшедшие, потом какие-то примеры приведу, вот 2012 год, видите, вот где мы находимся, он хочет сюда, он не хочет сюда, он хочет выйти, сам мужчина человек, даже в Библии пишется, что даже все самое плохое от другого пришедшего, это все от меня, тварец пишет, это уроки и испытания, которые тебе надо пройти, для того, чтобы чему-то важному научиться, вот вы чему учитесь в своей паре, вы учитесь быть свободной, вы учитесь быть честной, без честности с собой, стерпится, слюбится, нет адекватности, нет эффективности, без честности с собой у вас никогда не откроется, вы тогда все время будете бояться, он не он, он не он, а если не он, квартира за караву, доживем, в следующий раз, понимаете, и все, раз страх у вас быстро начинает заливаться и дальше пошло-поехало, кто первый помер, тому квартира и осталась, и когда вы вот туда движетесь, снизу, что такое болезнь, больше знаний должен человек приобрести, для того, чтобы развернуть движение своей души вверх, чтобы перестать опускаться туда к тьму до полного развоплощения, там просто тьма, или страдания, стр, от стремления в ад, русский язык он совершенный, славянская матрица она дает, если видеть мысли формы, образы, да, то там все есть, бери, пользуйся, поцелуйся, даже говорю, две половинки целы, вот если не целы, вот за золоту он тебе язык в роддом, да еще и курил, а если половина, ему все равно курил, не курил, курил, не курила, вот что там хорошего, казалось бы, стараются телами слиться, понимаете, и секс-то да не секс, а средство передачи энергии, и тогда, вот даже учебные недавно там в Питере были, они вот всеми этими делами занимаются, научники, занимаются энергетикой человека, вот они в эффекте Кирлиан приходят, люди пальцы так кладут, и поля прям видно, так вот вокруг пальцев и нарисуют. Два пальца, вот, такая круглая штучка, и тут поля так все приходят, у кого больше, у кого меньше, приходят два студента, студента-студентка, раз, два пальца, у них такой пшик, все синее, с другими соединяет, как у всех, эти двое раз, пшик, все синее, представляете? Это про любовь, померяйте до секса, после секса, меряйте энергетику человека, вот они до секса, без любви, у кого это и это, это закрыто, после секса вот так, у кого любовь, вот так, у них целое поле появляется, понимаете? И когда они расходятся, у них и после, вот такие два, я говорю, ну, где ваш закон сохранения энергии, чем еще вещества может появиться, начнет расти, и где чертежина этого хлопца или девочка, понимаете? Ребенок, это самая страшная тайна, вот страшно, видите, как дисгармонично, страшно оттуда, а любовь отсюда. Если вы через любовь сотворяете душу, это одна душа с одной иерархией, если без любви другая душа от другой иерархии, тогда и другие уроки она вам дает, понимаете? Потому что либо вы через секс сотворяете, душа прискакала, а вы ее не ждали, там, и заснули, храпите, и потом через месяц, то есть два, узнаете, что кто-то приперся к вам, и смотрите там, они дадут ли за нее там квартиру трехкомнатную, материнский капитал, еще что-нибудь, представляете? А вы там сидите, значит, а эти считают, оставлять, не оставлять. Уже все, уже она раненая с страхом, самым страшным, меня никто не любит. Понимаете? Вот где первая происходит травма, это самый, самый сильный страх, меня никто не любит. После этого, когда это существо появляется, она старается эту любовь кому-нибудь впендюрить в виде там, давайте я вас свожу в Индию, везет она, эта женщина, их в Индию, да, а они, ну она ждет, что назад сейчас вернется, ты же вроде как, она думает, что это любовь. Часто люди пытаются выслужить эту любовь, это вот ошибка, ловушка, дома, я тебе свежу постель, я тебе борь, я тебе то, я тебе все, а он ночью кричит, помоги, ты что-то должна еще, что еще тебе там, все, намазанный, настиранный, понимаете, надушенный, накормленный, уложенный, еще и Камасутра применена, будь это дела, изнасиловал так, что даже не заметил. понимаете, очень все просто, а если это пара в любви, душа приходит совершенно, есть пространство любви, вот эта вот энергия, про которую я говорил, два пальца соединяются, или два, два тела, сразу появляется пространство любви, потому что вы проводите эту энергию, почему, самая высшая энергия, и духовная, и ума, и тело, и воля, это оборудование, то, которое позволяет нам двигаться душе, через проект в материальном мире, поэтому вот, есть духовность без любви, страшное дело, заходишь в церковь, и там бабушки, как правило, такие шмык-шмык-шмык, там всякие вещи делают, если зайдет девушка в короткой юбке, без косынки, в штанах, еще что-нибудь, как отметили, это мало не покажется, ее туда больше потом арканом не затащишь, понимаете, а у католиков, то хоть без трусов заходи, там ловля душ идет, только успевай, что там их почти нету, понимаете, и эта вот духовность, она всегда на страхе, она всегда без любви, духовность это правило, ну поведение, да, души там, материальном мире, нематериальном мире, или там, если сравнить с правилом движения автомобиля, это вот, духовность автомобилиста, это правило движения, красный, зеленый, помеха справа, помеха слева, это духовность автомобилиста, Вот точно так же и духовность, ведь это все церковные своды и каноны, это мудрость, это технология движения души, жизни души, понимаете? Но это не цель. А если любовь есть у бабушки, да, она заходит, она совсем не смотрит, как вы зашли. Она помогает через любовь человеку найти свой путь. Она не распятие ведет, а к Божьей Матери ведет, там, к святым ведет, понимаете, да? Она к тем иконам, которые излучает любовь, а не страх Божий. Может быть, потом и страх Божий кому нужен, пожалуйста. Но и вот в одном и том же храме можно совершенно два разных дать пути души, понимаете? Или закрыть ей вообще этот путь. И она снова ведет, вернется в материальный мир, скажет, так, все, в общем, других вариантов нет. Буду дальше логикам материалистам пребывать. Поэтому ваш вариант вот такой. Ему давать мудрость, мягко, тихонько, заниматься трансформацией его сознания. Чего-то сначала, сейчас не поехало. Я забыл, что у нас половина новеньких. Я хотел там за два часа раз и поменять программное обеспечение. А так не бывает. Это достаточно серьезный такой процесс. И он должен идти плавно. И через примеры, и через моток с остановочками, передыхами, как мы вот сейчас, да? С практикой конкретной, конкретных случаев. Поэтому я сейчас вот снизил темп, и мы пошли совершенно по-другому. Скажите, а если, положим, у человека нет пары, то, значит, у него дальнейшее будет развитие. Это вниз через раз воплощение. Но воплощение так получается. Или, так сказать, наверх какой-то заказан, как говорится? Рот ваш божественный смотрит, куда лежит головой. Куда лежит головой? В сторону Творца или в противоположную? Ну, почти не шучу. Понимаете, да? И в этом смысле вот можно сказать, что ее мужчина, наверное, не пара. Там нагрузка для нее, там проблемы с и прочим. Нет, а ей не дадут пару, пока она не научится с ним хотя бы сделать общежитие такое вот, ну, мирную, человеческую любовь, понимаете, да? Пока она не научит его любить. Только тогда у него магнит включится, и он, либо они, сейчас так бывает, что в конце, а оказывается мы пара. Вот у меня одна такая, не буду говорить, в каком городе, может, завтра придет. И это вообще караул, что у них там, с чего начиналось. Только вот, вот вы больше ни годами не говорите, что он пара. Если вам сейчас расскажу, что он там делал, немножко рассказал. Ну, мастер спорта. Причем уже возраст такой, не буду рассказывать. Вот она поставила перед собой такую задачу, вот как перед вами, например. Намного хуже отношения. Ну, практически война. Причем она полностью от него зависит. Ну, так случилось, что свою квартиру там потеряла, все прочее. Необыкновенно трудно. Три раза писала это письмо, им до сих пор не отдала, чуть не умерла. Это как, вот, знаете, сознание, оно же как вот, ну, образ волка, да? И вот эти красные флажки стоят. Добегаешь назад, добегаешь назад. Сложно расширять его, привык уже. А надо. И пока человека не сожмёт, ничего он менять в своей жизни не будет. Понимаете? Пока нет кризиса, вопрос почти жизни и смерти, ничего человек менять не будет. Это как вот экономический кризис, потом вам разговаривать. Пока это не случилось, никто менять не собирался. И сейчас не собираются. Идет под стройками, микро, растягивание. Вот она вот где-то с января проделала огромный путь. У них уже мирное существование. У ней там половина болезни убежали уже неизвестно куда. Недавно она там работала с ним на том. И говорит, прям он как Кайя Герда. Прям я вижу из него, говорит, прямо из сердца кусок льда. Бу-бу. Ну, так условно говоря, образ, да? Прихожу, а у него там тоже изменения большие. У него намного уже лучше со здоровьем. Вы понимаете, они уже часть энергии тратят не туда качали раньше, и туда ушло все. Они тратят на более эффективное взаимодействие, на складывание. И тихонько разворачиваются туда наверх. Раньше мы эти лекции, он считал, что вообще страшное дело. Какая-то секта, там какие-то плохие ребята куда-то заманили. А сейчас сам возьмет и слушает. Ей там помогает переписывать, там прочее, прочее. Понимаете, идет, она ведет. Она ведет. Вопреки всему. Сдает экзамен. На безусловную любовь. Она стала видеть, вот то, что он кричит. Ты да, 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 да. Ничего нового, понимаете, да? Она в этом фрике слышит всего лишь одну вещь. Душа его кричит, помоги. А эта темная иерархия через его ум просто ее атакует, для того, чтобы скачать энергию жизни. Потому что если это закрыто, темная иерархия вот так контролирует человека. Вот дубняя девушка, она там, там у них всегда рассказывают, это интересный пример. У них лет 8, там существует такая группа, которая занимается вот этим. И вроде белая магия, белая магия, белая магия. Уже жена умерла у белого мага. Уже эти две девушки загибаются. У остальных семей начали распадаться. Откачка идет, будь здоров. И после семинаров половина отвалила из этой магии. И девушка-то пришла, у нее на уровне второй чакры. На инстинкт, на, на половую. У нее просто труба учителя. Потому что, как правило, они все проходят через постель. Ну, в основном, основные самые сильные. Их обязательно через это закрепляют. Сердце просто, вот она сама смотрит, на тонком плане. Она у нее в бетонном таком кубике, душа. Сердце прямо в сейфе лежит. Она самая, она же запугалась, у нее голова вот так, как спруты. Вот так вот, вот так вот держит. И туда шланг уходит в темный рак. Вот она все это освободилась. Причем она пыталась освободиться. Все сражалась со своим учителем, там, на тонком плане. Хоп, она взяла, поблагодарила. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну, развернулся и ушел. На раз и освободилась. Понимаете? Хотя можно было сказать, что плохой парень. Через него пришел урок на свободу. Для нее. Вот она так вышла на свободу из этой магии, из темной раки, из страха. Ну, вот так долго отвечал, примерно ответил на ваш вопрос. Ведущая роль на этом этапе принадлежит за резким исключением женщине. Потому что она в паре отвечает за душу, за чувство. И учит мужчину чувствовать. Давай. Может ли, что пять лет назад половина, теперь нет? Знаете как? А как почувствовать, да, что это твоя половина? Да, вот если тут еще плохой парень. Чем? Сначала чем? Да. Сначала надо открыть. Мы с тобой это делаем. Вот настолько человек трудится. Три часа открывает. Смотрите. У кого сразу? У кого уже открыто? У кого сразу? У кого через день? У кого через два? У кого с третьего раза? Скажи. Закрылась, открылась. Это же переход. Это же... Где у нас там? Это же переход. Это же этап. Понимаете? И ключевое слово. Нельзя ничего резко делать, рвать. Трансформация. Пока не чувствуешь и не думаешь одинаково, ничего не делаешь. Вот не договорил. Страдание, болезнь. Это вот как только сюда начинаете двигаться, сосуд наполняется. Ну вот здесь мы ниже начинаем двигаться, сосуд наполняется. Как подсказки тут. Причем, смотрите. Туарец управляет как отсюда, так и отсюда. Тем, кто не хочет двигаться сюда, этим он дает возможности. В трудах и заботах, в поту, через действия в материальном мире, бездействия в материальном мире, а когда вы думаете, ничего не меняется. Когда вы думаете, если не сделал, ничего не изменилось. Двигаться сюда. Если двигаешься сюда, тогда идут подсказки в виде болезни и страданий. Вот они снизу и заходят. Как только начало что-то болеть, смотрим на наш сосуд. Как бы закрыть эти краны и слить. Это прощение. А это разворот, открытие чувственного восприятия. И вот болезни. Три способа от них избавиться. Причем подсказки идут как через внешний мир. Авария, уволили, деньги кончились, конфликт в паре. Пошло и поехало, дети заболели. Внешние подсказки идут. Или внутренние в виде ваших конкретных заболеваний. Конкретных заболеваний. Причем там люди до нас уже неслабо потрудились. Есть книжки, та же Вилма, да, Лула. В которой прям четко, вот она мысль. Небожественная. Вот она болезнь. Прям берешь, исправляешь. И завтра приходишь, у тебя ничего не болит. У кого сразу, у кого через некоторое время. Реально. Вот они чудеса. Хочешь их в 60 разжирать, как хочешь. Ты можешь это тело омолаживать. Ну, есть пределы, но достаточно серьезно. Вот она заходит в вас, этот тренер. Энергия заходит в вас для того, чтобы через боль обратить ваше внимание на то, что вы не туда. На то, что вы идете не по предназначению, не к своей цели. И через боль вас просто тормозят. Укладывают, говорят, лежи, подумай. Полежи, подумай. И через четкое понимание, какой у тебя орган болит, ты можешь четко понять, а какая мысль была неправильная. За деньги зацепился, за славу, не знаю, испугался там. Через это можно понять. Вот вчера звонит Ирин Брат. Сейчас договорю, потом пример расскажу. Заходят болезни. Три способа от них избавиться. Это либо умереть, но, грубо говоря, жизнь это вот как аудитория. Смысл жизни учеба. Учеба взаимодействия. Взаимодействие это обмен. Вот я сижу, вам сказку рассказываю. Вы говорите, ну тебя нахрен, встали уши из этой жизни. Ну, а походил, походил. Алло, родители, род небесный. Приходишь туда, а дедушки говорят, ты что-то приперся домой. Ты что туда пошел, ты же лучший. Чтобы на планету Земля попасть, нужно в своем роду быть лучшим. Это как из деревни послать университет в МГУ учиться, понимаете? Вы на планету Земля, а бы кто не попадает. Особенно на наши такие вот странные встречи. Если остальных людей вот сейчас с улицы завести за деньги, дайте им возможность послушать. Они даже за деньги слушать не будут, понимаете? То у вас у всех справки по одной? Субботу? Охренеть! И вот, бессмысленно уходить. Вернут вас назад. Потому что пока вы не вернетесь назад в Творца, вы можете выходить сколько хотите. Поэтому вот и есть реинкарнация. Кто по тысяче раз, кто по сто, кто по сколько хочешь. У Творца времени внутри нет. Это у нас есть, когда мы движемся по жизни. Поэтому не вариант. Почему я говорю? Нужно смело вскрывать любые противоречия. Только вскрытое противоречие позволяет перевести его в задачу найти технологию решения. Понимаете? Как люди попадаются? Они не вскрыли противоречия? Приезжает какой-нибудь флот, а то же туда западный. Переводит супер технологию там. Очистка клетки, на уровне клетки, переклетки, заклетки. Сигнатурная технология. Ну я от балды, не специально. И она очень хорошая технология. Супер. Только это. Кроме потери денег и времени, ничего у вас не будет. Следствие. Следствие, да. Борьба с последствиями. Вместо того, чтобы вскрыть нарыв, мы его запинтовали. Ну что, все равно болит. Ну не видно же. Не видно. Вот и все. Оно потом все равно вылезет. Понимаете? И вылезет так, что мало не покажет. Некоторые приходят, вот такие головы, такие светлые души. Им даже уже в дурдоме справку не выпишут. Уже не их клиенты. Хуже не нормально. Ну у тех более-менее какой-то алгоритм проследуется, а эти нет. Типа квартиру получила, сразу отдала племянникам. Ну и так далее. Не хочет учиться эффективности в материальном мире. Это проблема тоже вот, когда деньгам подойдем, пообсуждаем. Поэтому первый способ уходить бессмысленно. В следующей жизни начнете с того же места, с которого вышли. Только я уже буду, или там кто будет другой преподаватель, будет уже дрючить, будет здоров. Раньше списать мог дать, там все проще. Сейчас может даже один будешь сидеть учиться. Вообще труба. Второй способ выгнать учителя. Я говорю, что ты пошел? Ну, я встал и пошел куда-то. К заучу, в охране, опять же к родителям обратился. Вернулся. Мало не показалось, понимаете, да? Это вот то, что называется экзорцизм, когда папы выгоняют. Причем, с одной стороны, у них написано, что вроде выгонишь одного, придут семь, бесов выгоняют. Библия написано. Ну, выгоняют. Вот у меня две стремящихся из одного города ездили туда. Может, кто-то из них завтра будет, расскажет, как они это дело проходили. Ну, в общем, нихрена им сильно не помогло. Одно вроде чуть-чуть помогло на время, а другая даже не доходила. Я думаю, что они важную вещь делают, вот Герман, отец. Это тоже люди вот отсюда переходят сюда. И он им просто показывает технологии, показывает, ну, надежду, как бы, людей зароняет, да? Что эту задачу можно решить. И, в принципе, там на время может, пока этого одного он выгонит, пока эти семь еще не придут. На время полегчает. Но это тоже, в моем понимании, я не видел, чтобы эту задачу можно было нам всю жизнь решить. Это временное облегчение. Потому что ум, который произвел знание неправильное, негармоничное, небожественное, жизненное, вот эта вот карта жизни, привела к тому, что вот он бах в стенку, бах в стенку, его оттянули, развернули. Он смотрит на карту, смотрит на компас, разворачивается, нажимает опять, бух. Но, понимаете, пока перепрограммирование не произошло, сознание не изменено, почему я иду через ум, через мысль, да, а потом даю технологию, это бесполезно. Эта катастрофа будет все время воспроизводиться. Можно даже сделать так, помочь человеку, он вылечится от рака, сил. Через два года вылезет в другом месте так, что даже не успеет мяукнуть, сгорит там за месяц. Невозможно этих бесят, от них избавиться, потому что даже вот ты их выгнал, программа вернулась, ты говоришь, ну боль какая-то, боль, ты чё? Вот вчера там у меня спидаза бахнет, ты чё? Я же тебе выгорел, а я новая. Ну типа ты ту отправил, а я новая на задание. Ну я условную модель рисую, понимаете? Поэтому пока в башке программное обеспечение не совпадает с божественным, вы сами воспроизводите, сами притягиваете себе тренеров, и Творец вам их через тёмную раппи присылает. Боли и болезни, так же как внешние события, это подсказки. Подсказки, что нужно менять сознание, совмещать его с чувством. И идти через любовь, да, пожалуйста. А вот, значит, получается, что если идут внешние подсказки, да, то это ты идёшь по этому пути, вверх, не вниз. Например. Боли через болезнь, нет, не знаю, не спрошу. Нет, тот, кто так идёт, он не болеет. Нет, ну просто направленность. Боли роста. Ещё раз. Она имеет в виду, что болезнь, это нижняя рахия. Да, если болезнь нет, то вы движетесь вниз. А если какие-то внешние подсказки, то есть какие-то неприятности, там ещё что-то, то это уже всё равно ты, вектор у тебя вверх направлен. Тебя ещё подбрасывает. Нет, нет. В любом случае он... Какие подсказки туда не направлены? Зная. Почему говорят? Пока мы учимся только через одно место. На культурном языке это называют через страдание. Почему через страдание? А пока мы тысячу лет в этой тьме находились, мы же внутри находимся. Понимаете? Мы находимся в зоне. Давайте. Мы находимся в зоне тьмы, где базовая энергия – страх. И наша задача-то была пронести этот свет внутри, да? Вот это вот тысячу лет. Пронести, чтобы не погасло. Или если погасло, как сейчас, например, чтобы оно снова проснулось. Вот она эту задачу решает. Вот человек всё время про любовь спрашивает. Но он эту задачу решает. И спасибо вам большое. В этом и есть смысл семинара. Если хотя бы один раз понял, даже не открылось, понял, а завтра ещё открываем, да? То всё, у меня хоть один подключился. Всё, мне дедушки зачёт ставят. Понимаете? А в нашей жизни люди, у которых психо-как-то, физические, нездоровые люди, что за хреньки, скажем? У них же эти мышления какие-то необычные. За хреньки они вот здесь. Никакой Михайлович. Они вот здесь, в попере реальности, они мир иллюзий. У них мир иллюзий, магия паттическая. Виктор Михайлович, а вот если через экстрим идёшь, или ещё что-то? Например. Вот, например. Ну, например, у меня болело нога, например, да? Я пошла в поход в свои 60 лет. Какое место? Какая нога? Это важно. Левая нога, внизу, стопа. Вошла в поход. Там ничего не болело. Все понятны. Так бы вообще ничего. А какое место было? Вернотай. Ну, поднебесные зубы. Кузнецкая Алата. Кузнецкая Алата. Ну, рядом с Алтая. Там вообще ничего не болело. В Москву возвращаешься. Здесь болезни возвращаются. То есть, там пришёл, что, правильный путь. А здесь ты опять застрял, да? Пришёл хлопец, юрист. У него заболевание кожи страшное. Типа псориак. Вот он, я, говорит, работаю в США, в Израиле. Через полгода, всё. Здесь несколько месяцев, и я как облезлый верблюд. Понимаете? Про это тоже скажу. Вот Алтай, Алтай. Ал – это вот эти знания. Вот они, альные знания. Мир альный, мир реальный. Наш мир реальный, мир отражённый. И в физике так говорят, это отражённый мир. Поэтому наша задача в этом мире – реальный приближать к альному. Либо отдалять. Вот всё, что мы делаем. Утяжеляется душа, мы туда движемся. Сюда, потоки, движемся сюда. Даже, вот смотрите, Люцифер, любящий цифры. Почему так называется? Вот это его мир. Люцифер, любящий цифры. Великий расчётчик. Когда закрыто, вы его инструмент. Вы идёте через логику. Понимаете, да? Через какие-то алгоритмы. Как только открыто, всё. Я потом ещё скажу, вот. Люди идут в магии, открывается и третий глаз. А это закрыто. Всё. Это не различает добро, зло, свет, тьму. Как правило, вы общаетесь, когда открыли глаз, но это закрыто. Всё, вы маг ставили. Вы вот здесь. И лазите по этим десяти тысячам миров. Причём, разница такая. Вы когда туда заходите, вам сразу включают кино и потащили. Всё происходит, вы только смотрите, вам что-то там предлагают, дают. Потом раз испугают, хлоп, съели. И дальше опять дуют вас. В этот мир, когда вы заходите в светлый, и работаете с иерархией со светлой и со своими родами, вы там трудитесь, как на огород приходишь, там приходишь, тут всё косит, тебе белит, убирает, сажает, да? А то сам всё делаешь. С помощью любви ты просветляешь свою душу, своё тело, свои болезни, вытаскиваешь, проявляешь их, либо ребят покажут, да? И отправляешь их. Своих родственников. Со своим родом, например, устанавливаешь отношения. Понимаете? Поэтому единственный способ, это третий, да? Это принять эту болезнь, этот вызов, как тренера, как урок. Вот меня ли вы принимаете, либо не принимаете? Я вижу. Трудно? И если принять, осознать, ну вот я говорю, сколько будет дважды два? Пока не ответите, никто отсюда не выйдет. Семь. Ты не только умный, но ты ещё и щедрый. Но не мудрый. Понимаете, да? Пока не ответил, болезнь не уходит. Как только ты осознал, зачем она приходила, она, вы отправляете туда. Все болезни, боли, которые отсюда приходят, они сидят внутри, мы же сосуд божественный. Они сидят внутри и напоминают нам о том, что здесь какая-то дисгармония, не божественный вариант мироустройства. И через это боль заставляет нас менять своё сознание и менять своё поведение в жизни. Поэтому пока вы не принимаете, не осознаете этот урок, вы продолжаете болеть. Любые попытки там наложить руки, я могу там наложить, ну там дома особенно, резко снять боль, вплоть до того, чтобы вылечить, но проблем-то осталось. Ты в дверь, а не в окно. Понимаете? Поэтому это бессмысленно. Начали маги приходить, светло-тёмные, которые лечат. И сейчас у них тут достаточно сложная ситуация, потому что они раньше либо через энергию на время откладывали, либо перегоняли в другой орган, либо гоняли это по роду там. Вам хорошо, но у вас сестра загнулась. Вот, никуда. А потом это и вам загнётся, оно вам вернётся только уже вдвойне, втройне. Надо самому сдавать этот экзамен, пока не вскрыл, пока причину не узнал, ты будешь бороться с последствиями. к доске, пошёл на доске 8, к доске 12, к доске 20. Выучи и сдай. Ни боль и болезнь тебе не нужна, ни ты ей. Она зашла к тебе ненадолго, поучить тебе, а сидят по 50, по 60 лет. Некоторые уже там заходишь, и они говорят, всё, я уж тут умирать буду. Затровили меня тут, вот у Маши там, у нас ваш был, у меня не было, а значит, Маша сама решила полечиться, пшикала там свою. Чего, какую-то такую крутую нашла. Она такая зелёная, лежит там, энергия боли говорит, всё, я тут буду умирать. Замучили меня. Да. Виктор Микрадз, вот один такой очень-очень важный вопрос. Вот относительно именно пары. Мы все знаем, и многие люди это подтверждают, и есть какие-то свидетельства о том, что существуют монахи, святые отцы, которые дают обет безврачия, и уходят в... Также, допустим, хотелось бы показать, что монахи Тибета, которые где-то вот находятся, чтобы указать пальцы, в каком мире они находятся, вот эти вот люди, которые ищут пару или нет, мы не могли бы прокомментировать, что, как они дальше пойдут к Творцу, вот по этой схеме, не найдя себе пару, или не найдя, то как, то есть немножко прояснить это, потому что мы их уважаем, мы очень... Мы считаем, действительно, они несут что-то светлое, какую роль выполняют они, и вот эту пару, чтобы мы это понимали. Воздействие вот этого беспрачия, воздействие, когда человек уходит, что происходит у него внутри. Потому что мы какие-нибудь... Иногда с таким монахом, или в Тибете какой-то... Там механизм, и механизм у нас здесь. Вы когда-нибудь говорите, я такой проколол. Да. Это... Расскажите, пожалуйста. Ну, люди, которые... С любовью надо спрашивать. Я вопрос понял. Да. Моё мнение. Всё, что я говорю, это моё личное мнение, из моего опыта. Ну, вот, учитель, у которого... Один из учителей, у которого учился, у него несколько жён. И вроде любовь есть, и вроде... Но... Главная его задача была, он последний в этой суфийской школе. И его задача была, как я понимаю, он хранитель мудрости был. Не целый. Я последние разы приезжаю, он, например, начал так подшучивать. Читает, читает, читает. Потом раз останавливается, говорит, продолжай. И он знает, это тот курс, который я у него не взял. Я взял только один курс. А я продолжаю. И он, значит, смотрит, говорит, у нас разные источники. Нет, у нас один источник. Понимаешь? Вот такого уровня монахи, это были хранители мудрости. Хранители мудрости. С любовью, без любви. Как правило, без любви, они в высочайшей духовности. Это души, которые пришли. Я же это очень сжато рисую. Эта машина, она раздвигается очень намного. Здесь намного больше миров. И есть светлые миры, которые прямо рядом с нашим миром находятся. И... Где они? Есть души, которые пришли отсюда. Отсюда. Вот я знаю одного парня, у которого... Ну, как я вижу на том плане, да? И жена его так видит. От него до Творца один шаг. Ух ты! В чем здесь дело? Шану вас видят. Ну вот... И причем там так сложно, они по-обычному не могут работать, потому что он там... Вот тогда, когда смотришь, какие они, да? Он стоит вверху, наверное, на коне. Такой с фигасами, да? А, значит... Ну, неважно. А эти, значит, уже... Жена и дочка у него ангелы. Жена недавно поднялась на эту роль. Они вообще с родом работать не могут. Они только могут работать с кем-то из... Ну, кто... Кто, как бы сказать... Кто за будильник в роду отвечает? У него через него с ними. А на прямник они... Ну, они не достают просто туда. Вы все, кто здесь сидит, вы все вот отсюда, из этого работаете. Из этого уровня. Можно даже отсюда. На вот этот этап многие души очень высоких уровней пришли сюда. Пришли сюда, опустились, да? Ну вот, занырнули. Ну, вот сюда занырнули. Ваша задача вот здесь. Проснуться. Поймать канал. С парой сложить. Вот эту трубу сделать настоящую, да? И остальным помогать переходить. Ну, вот то, что я вот рисовал, делал. Вот оно. Вот. Ну, то же самое, что я сейчас делаю. Понимаете? Почему я так, как бы, сломал лякцию? Ну, потому что вот оно так идет лучше. Вот ваша задача. Вот здесь. Хотите вы это или нет, вы это выполните. Темное для них, для этих людей совершенно дополнительные трудности предъявляют. Их на... Темное, они как ОТК, но и зло, и накручение. Вы поймите, темное, это та же... ОТК, это ОТК, это ОТК, это Творца. Понимаете, там так. Вот это Творец, это Чернобоги, это Белопод. Ну, они будут после 2012-го монахи. Я сейчас договорю. Сейчас договорю. Поэтому монахи – это очень высокого уровня души, которые могут проносить знания, не теряя своей светлости. Даже теряя любовь. Не теряя светлости души настолько, чтобы вот, ну, перевернуться. Ну, вот этот вот Звездные войны, да? Темная сторона силы, светлая сторона силы, ночной дозор, дневной зазор, видели, да? Там приходят... Это все одно и то же. Это... Вы забыли, что я сказал. Планета Земля – это место, где учатся на богов, боженятам. Виктор Михайлович, а вот тогда такой вопрос. Здесь... Секунду, секунду. Здесь свобода, полная выбора. Хочешь в темное – всегда рассказывают. Вот пошел я в Мангл. Приходим в Кастанетта, Талтейки, тра-та-ты-ты. В Крым и Рим медные трубы прошли. Где не заходишь, чтобы стать белым магом, сначала надо стать темным. По-быстрому. Ну, давайте. Раз-раз-раз, все. Мастер-корта в вашей школе. А где на белых учетах? Не знаю. Вашу мать. Ну, ладно. В другую заходим. Уже там сами можем преподавать. У вас на белых учат? Да-да-да. Ну, сначала надо... Уже вот такие рога. Уже дома все умирают. Все, уже трава не растет вокруг. Реально сплю, лимон стареет. Осыпался за сок. И все все понимают. Что я темный иерархий. Что я уже там полковник в этих всех делах. Где-то бы не искал эту белую магию. Ее здесь нет. Понимаешь? Магии нет здесь. Светлой. Поэтому они хранители ценностей. И важную вещь скажу. Есть Ватикан. А есть Тибет. Ухаса. Ухаса это восточный Ватикан. Он совсем недавно образован. С поддержкой и с подачей славянского содружества. Если можно так сказать. Светлого, да? И весь Восток. Весь. Буддисты. Вот. Сейчас просто не буду нырять. Сейчас китайцы там как бы глубоко так изучали. Или синтезы. Или вот это все. Настолько все очень просто. В основе лежит ведические древние знания. Все остальное это переписанное под 12-мерное, 16-мерное. Вот. Еще одна важная вещь скажу. Планет Земля. Нарисуем. Да вот она. Ну ладно. Здесь белые четыре рода. Арицы, Дарицы, Русенны и Святоросы. По цвету радужки, можно сказать, с какого вы рода пришли. Они 16-мерные. А что за размерности, которыми вы оперируете? Сейчас скажу. Они преподаватели в этой школе. Были до вот этого затемнения. Здесь желтые. А не 12-мерные. Красные, 9-мерные, черные, 6-мерные, и серые, 10-мерные народные. Все вот здесь перемешалось. Там много чего-то. Хотя можно, все равно, когда я приезжаю, я примерно знаю, что это за... Вот сейчас спорят там отделять Северную Осетию и Южную Осетию от Грузии. Или там, еще круче, там Абхазию. Вот мы сидели там прошлой зимой с американцами терли. Как все это дело делать в Дагамысе? Они говорят, вы народ, вы не народ, понимаете. А кто такой народ? Кто такой не народ? Если вы этого не знаете, то все производные взаимодействия и смешивания в виде народов и прочее, прочее, вам будут непонятны. Вот ведическое знание вот здесь. Здесь у каждого свои боги в свое время прилетели на планету Земля. И это же самая страшная тайна. От обезьяны вы произошли или готовы? Есть обезьяны, сложно с головой, ничего не объясняется. Откуда взялись, непонятно. Самая сложная расы. Адам был белый или черный? Хорошо, он был черный. Как он тогда родил белого? Не говоря уже об остальных. Вот я всегда вот ссылаюсь на это. Откуда я? Я залез, когда в Африке работал. Мне нужно было понять, что делать с этими расами. Как здесь разобраться, как взаимодействовать. Потому что у них там совершенно другая религия. Хотя сверху вроде ислам. Внутри у них калима. Черная мать. И это я встречал тоже самое и в Индии. Калима. Вот долго разбирался, разбирался. Смотри, у них совершенно сверху ислам. Французский язык, а внутри магия. Причем везде жертвоприношения. Если мы едем куда-то, надо козу или петуха, или еще кого-нибудь. И не один раз они его зарежут. Только тогда можно двигаться. Вижу, что совершенно на наши не похожи. И начал изучать расовую психологию. Ее почти нет. Когда начинаешь интересоваться, спрашиваю, в каких целях? Там не у фашиста ли вы собираетесь? И прочее, прочее, прочее. Очень мало было знаний. Только вот в ведических знаниях. После 2001 года начал открываться. И там кое-что удалось найти. И вот история, расовая история планет Земля. В ней находится ключ. Люди все. Белый, желтый, красный, синий. Все выходят отсюда. Все выходят отсюда. И, по сути дела, мы отличаемся друг от друга только лишь путем, который мы прошли. С момента выхода до момента возвращения сюда. Уровнем развития сознания или, грубо говоря, светлости души. Чем она светлее, тем она белее. Чем белее, тем больше видов, частот вы в себя вмещаете. Вот это смирение. Это весь мир внутри меня. Все цвета, все частоты, все оттенки, все во мне есть. Понимаете? А раз в тебе все есть, так ты и есть творец. Понимаете? Все очень просто. И в зависимости от уровня развития сознания, маленький ребеночек ему дает правило жизни, свободу небольшую. Одна религия, например, ислам. Да там пожестче. Для души делай так, и попадешь в рай. Чуть побольше, чуть побольше свободы. Больше, 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 больше. На определенном этапе вы не свободны, а вы уже преподаватели на этой планете. И здесь самое опасное, они надутся. Я все знаю, дважды два четыре, а вы не знаете. Здесь ты либо делишься, учишь других, понимаете? Что-нибудь такие же как-то, только просто. Ну вот. На другом уровне развития находится. Понимаете, где собака за рыбой? В этом смысле, религии, идеологии, технологии, это вот все с этим связано. Маленькое дополнение. Осознают ли монахи свою роль? Вот настолько, вот как вы сейчас говорите, ваше мнение. Вот есть ли у них осознание... Монах монаху, как поп-попу, или мула-муле, большая разница. Вот, например, внутри ислама есть суфийские ордена. Это в чистом виде, вот это 16, или те, кто в 16 переходит. Они будут вообще серым, буромалиновым могут быть, понимаете, с точки зрения цвета кожи. А сознание уже все. И он из ислама, из жесткого, находит себе путь и идет через суфийский орден, становится прямо на этот путь, по нему двигается. Монахи, хранители были ценность, мудрость. Вот на этом периоде. Причем, к тебе раньше было вообще не попасть. Это надо было... Настолько тебе нужно туда, да, что ты должен на всю голову. Ну, типа, вот мы сегодня-завтра, понимаете, да, только еще больше. Это же туда добраться было страшное дело. Причем, это реальное высокогорье, где только двое мужчин могут содержать одну женщину. Один не тянет. Ну, нету там еды. Там многомужество. Это форма, это, как вам сказать, заповедник, склад знаний, что-нибудь. Специально организованный нашими еще дедами, которые знали, что такое эта тысячелетняя тьма. Точно так же, как Индия. Индия вся ведическая, правильно? Ведическая. Вся. Причем, со всем исламом. Там, это уже там, поздние разводки всякие, религиозные, идеологические. А Индия вся ведическая, там, белый царь, белая вера, белая-белая, белая-белая, перебелая, на алтаре, белая вера, белая вера, белая вера. А что это они не знают, что это такое? Поэтому я думаю, что монах-монаху разница. И настоящие жрецы, которые были хранителями мудрости, они еще сильно не проявляются. Проявляются их ученики, которые начинают мягко, тихонько, ну, в виде, например, школ в Сибири, мягко, тихонько эти знания давать. Но они дают их в таком виде, в каком они их запомнят? Здесь. Эпоха Возрождения, если вы посмотрите, это закрытие, это тело. Ну, вводите в эти все храмы ватиканские. Там, во, во, во. Там тело. А древние иконы православные, там лик, вообще почти ничего не видно. Так, контур, дух показывает, лик, не лицо. Поэтому вот, ну, как я знаю, деды спорили перед космической ночью, как знания заховать, чтобы они потом, можно было их извлечь. Вот много разных способов. Через семьи, через староверские. Сейчас это все всплывает. Причем, я вот пользуюсь теми знаниями, которые проверяю. Вот я там, например, взял в Сибири, потом взял на Севере и взял на Украине. Что из трех этих совпало, то и беру. Где не совпало, лежит пока допроверяю. Чтобы много было утеряно этих ребят, еще их с собаками искали, этих носителей древних знаний. Второй способ сказки. Мы еще не можем расшифровывать сказки по-настоящему. Колобок, фазы луны, там много чего. Мышка, яичко золотое, это в целом как энергетика человека, так и Вселенная. Они там зашифрованы. Их надо уметь расшифровывать. Может быть на эту тему надо будет небольшой семинарчик сделать, чтобы вы когда своим читаете. Я когда вот это понял, я всегда рассказываю, Маши читают, не могу читать, охреневая от глубины и мудрости этих сказок. Она все время меня выгоняет и говорит, иди отсюда, зови маму, ты не мне читаешь. И вот это тоже было зашифровано там в виде змеи Индии. В Индию было четыре похода, где было структурировано население. Вот тем, черную сдвинули расу, с Калима, Калима и Черная Марь, где жертвоприношение. Ну это вот, мы видим, вот сюда, вот это черт, сюда работало, там с темной мамой. Вот, сдвинули и структурировали Индию в виде варм. И там нельзя было переходить, пока не изменишь свое сознание. Причем там два было способа. Либо, ну короче, в общем поняли, да, структурировала, за счет этого Индия и жила. И продолжает жить. Только за счет этого такая много конфинации, мацитрации, она почти как мы, да, она существует как единый конгломерат. Хотя любая другая западная страна уже давно 10 раз распалась. Поэтому туда невозможно засунуть просто демократическую систему. Они живут на эридизме, по большому счету. Ну, кто бы видел, как там все это устроено. Хотя достаточно уже много из-за перемешиваний рядом расположенных варм, да, произошло очень много всяких разных, ну уже новых под-под-под-под-под-под-под-под-под-под-под-под-под-системных. Это все на планете так происходит. Сейчас, сейчас, сейчас. И точно так же было в Египте. В Египте было 4 династии белых царей, ну, преподавателей. Потом уже пошло-поехало, потом уже производное, потом, потом суп с котом, потом все родила пошли. Вот вам Индия, Вавилон, Иран. И-ра-ны. Это тоже, вот если через это вы смотрите, вы увидите совершенно другую историю планеты. Потому что история очень точная наука. История – это процесс развития сознания. Понимаете? Больше ничего. Эта история – это вот, берем один выпуск, вот он наш идет там, на планете Земля. Это один выпуск в школе или в институте, понимаете? Вот планета Земля сейчас выпускает. Заканчивают. Вот вы здесь собрались, вы заканчиваете, вы защищаете диплом в институте. Вот что-то такое, примерно, понимаете? А другим людям, вы начнете сейчас, придете на работу, еще раз говорят, «Дурачок, что ли? Деньги, где Земля? Где деньги, Земля? А куда мы это можем пристроить, чтобы это все быстро…» Поэтому очень много этих знаний, вот так зашифрованных, часто были наши бабушки там. Они безграмотные, но мудрые и светлые. И вроде, а рядом с ними внучки, вот Ирина Родионовна там, у того же Пушкина, ну, не великого ума человека, да, а вот она, рядом с ним, через нее мудрость шла. В этом смысле… Порядка на княжевского рода была славянка. Вот, может быть, потому что у Пушкина, Пушкин реально… То есть не просто, а не просто… Пушкин реально обладал всеми этими знаниями, побольше надо даже, чем мы. И если эти знания расшифровывать у Пушкина, вот там есть группа в Питере очень интересных ребят, они часть стихов расшифровали Пушкина через древневидические знания. Необыкновенно интересно. Руслана Людмила там, это супер. Пушкин собирался быть советником царя, когда к нему пришел, предложение ему это сделал, ну, он брал за основу, как египетские там, системы, и он хотел при нем быть, это показывать, подсказывать ему. И у царя не хватило яколки для того, чтобы на это согласиться. Поэтому вот это не очень понятное его отношение с царской властью. То за, то против, то с масоном, то без масона, куда-то. На два он не делится, когда это высокое уровне душа, которая пришла здесь пробуждать сердца, понимаете, к любви пробуждать, к паре направлять. Она надсистемная нам, ну, это как вот нашим детям, там, грудные у нас непонятные. Вот они совершенно другие, эти души, они, они вот как столкники, вопреки. Им очень трудно, очень больно выполнять свою задачу, они очень одиноки, очень одиноки. Ну, а что делать? Так же, как вот Высоцкий, примерно такую же задачу решал. И они сильнейшее имеют влияние, совсем вытекающее для своей судьбы последствия. Поэтому так долго отвечал, ну как, получилось? Да, теперь понятно, как понимать действия человека с точки зрения вот этого вот сейчас, понятно, механизм, что перед ним стоит, и как можно относиться к этому, к такому явлению вообще. Они заканчивают выполнять свое предназначение. Перед ними сейчас та же задача, как и перед всеми остальными. Нужно через любовь идти. Может быть, не в паре, по-другому, но это надо брать конкретный случай, не без исключения, понимаете? Будет трансформация, затронет и их тоже. Еще как, эта форма уже почти не нужна, понимаете? С 2001 года знания открыты, их оказалось очень много сохранено в России, уже пошло и поехало. Проблема в том, что носители этих знаний, ну скажем, где я учился, вот эти вот. Я в каком-то городе на Урале недавно семинар был, я захожу, сидят мужичары такие первый раз. Вот раньше одни женщины, один-два мужичка, таких не попадет, и то студент их там затащила, девушка пока нет. А сейчас и молодые. А сейчас на прием даже приходят мужики, если не представляете. Причем, какие приходят красавцы. Еще я спрашиваю к дедушам, что теперь с ними делать, которые дошли до работы, да? Они говорят, соединяем. Вот эти вот королевские уже сайты делают. Игорь Михайлович, поэтому поздно вопрос. Вот белая раса 16-й мерная, так? Сейчас идет засилье, я так сказала, желтой расы. И даже, господин Жириновский, папа сказал, что русских через 50 лет не будет. Ну, а русские экономические, как говорится. То есть белая раса, когда нет, уходит. Почему? В 1906-м или 2010-м году китайцу было всего 100 миллионов, а в России было 150. 120. Да, 120-150 было тогда. Сколько было? 105. Кто отмешает сейчас? Подождите, подождите. Что такое 16, 9, 12? Это примерно то же самое, что сейчас это соединение. Душа – это кровь. Кровь состоит из белых и красных кровей. Там еще есть такие мельчайшие частицы. Очень условно нарисую, потому что, наверное, еще надо будет сделать про расы, про энергоны, про вот это вот все дело. Вот 16, 10, 9 – это всего лишь условно модели рисуют. Вот, скажем, здесь 6 кабелей, да? Черный может провести, темный черный, может провести всего в единицу времени всего 6 единиц божественной энергии. Любви тоже, да? 6 единиц. Знаний, 6 единиц. Красный может провести 9 единиц. Вот точно такой же, по образу подобрием, ноль, как мы. Просто в силу светлости души. Светлости души, понимаете? В этом смысле и религия, они как очки. Красный, зеленый, по чем мы говорим. И на душе точно так, как фильтры стоят. Вот у белых она уже прозрачная. Она пропускает все, поэтому они могут взаимодействовать так, 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 так. Почему Индия вот это вот не распадается на религии, хотя там войны были сотнями тысяч вырезались и миллионами, когда ислам зашел. И сейчас продолжается, видели там. Вот 6, 9, 10 у серых, 12 у китайцев и 16. 16 это у того, кто... Зливать суд приперся помогать, переходить, понимаете, да? У него даже не 16 можно побольше. Ну, больше на планете Земля невозможно. Потом покажу по человеку. 16, 16 чертов открыто. И... Видите, кто 16, они заканчивают свое пребывание в этом мире. Они переходят в следующее. Вот Гуда, когда достиг предела уже, да? Асана стал, 16 шрицов. Он мог уже из тела выходить, ходить в другой мир, в следующее. Он 256. Вот точно так же вы в тот мир попадаете, там учитесь, как здесь грудной ребенок, там душа учится совершенно другую мерность перехода. То есть, кто на глаз ушел 16-мерный, то там мало не показывается. Примерно поняли, что такое вот... Нет, я не знаю, почему уходит белая раса, а это так мы видим. Ну, хотя бы по Москве. Одни казбеки здесь. Вот мы уйдем... А куда? Мы-то куда деваемся? Куда нас-то? Че, мы уже все выполнили, что надо? Души, души. Да все разъедутся по домам, не бойтесь. Не бойтесь. Они приехали к вам облаготвориться. Вот. Язык выучить. Ну, куда ты с таджективным языком? На нем ничего не передивино. Вот как татары хотели перейти на татарский язык. И че учить на нем? Вот украинцы сейчас... Знаете, как переводится по-новому? Пушкин по-украинцам. Сашко громада. Потому что Пушка это громада. Ну, там изначально был институт, который придумывал слова, которых нет. Но, понимаете, пока мы ищем, чем мы отличаемся, а не что у нас общего. Нет задачи еще, что общего. Почему ищем, чем отличаемся? Потому что, когда вы в страхе, в страхе идет борьба за ресурсы. Больше ничего. А чтобы бороться за ресурсы, надо команды собрать по какому-то признаку. По слову там, по цвету кожи, по росту, по весу, по запаху. То как сортируется. В принципе, сортируется, пока домашей нет сортируется. На долларе так и написано. Через множество к единству.